Реализуем тёмную тему на ваших сайтах. Почему мне посреди ночи позвонили силовики и попросили исходники? Итоги презентации Adobe Max. Итоги презентации погнали. Короче, это, что хотелось бы сказать. У тебя была такая небольшая именно лейтенси между нашими темками. Как будто мы с тобой, вот ты находишься в Лондоне из-за Capital of Great Britain, а я нахожусь в Мазараш, опять же. Я думал, как ты сейчас город называл? В Пусане? В Пусане. Вот ты в Пусане как будто находишься. Почему я вспомнил вообще город Пусан, потому что есть такая карта в Overwatch. Ну ладно, суть не в этом. Суть в том, что первая тема у нас сегодня — та, которую ты представляешь, наш подкаст. Как тебе? Это самая первая. Нет, первая тема — это я оправдываю за лейтенси. Я просто за квасом потянулся, чтобы сильно по стойке не бить. И, ну как бы, тихо, чтобы не было. Я всё-таки, ну, ещё took two seconds for me to... Я думал, 30 seconds for Mars у тебя. Но вообще, я думал, ты уже именно выпил кваску, и поэтому у тебя задержка небольшая происходит. О, это да, это дальше. Следующие задержки будут уже по этой причине. Короче говоря, с вами проект Uweb Design. Подкаст называется «Суровый веб». У нас уже 184 выпуск. Ждём 200-й. 200-го ждём. Вот, да. Мы выходим из Челябинска, у нас здесь своя атмосфера. Беспрецедентно, ну, правда, уже второй раз, но беспрецедентно представляемся в начале. Ваши ведущие Александр Гончаров. И Никита Тарасов. И ты знаешь, вот когда мы вначале представляемся, вдруг после этого никто не слушает. Раньше-то все ждали, кто эти два мальчика. Путали их постоянно, пукали ещё. Да. А теперь хотя бы точно будут знать ху из ху, как говорится. И мы рады вас всех приветствовать, кто в формате премьера сейчас смотрит. Ещё 50-50-50 ещё, если ху из ху. Не, на 50-50 это тест на возраст не прошёл. Это сразу плюс 30 лет сразу даёт такое выражение. Опасно, опасно его использовать. Вторая тема, если первая это была, я представляю наш подкаст, то вторая тема, это нам Neuron Insomnius свою любимую попоболь предлагает по поводу того, что iPhone это отстой и вот это всё. Мне кажется, вот Neuron Insomnius, когда оставляет темку, да, на ewebdesign.ru, он что вот думает? Он сам-то чем пользуется, интересно? То есть у него там супер Android, он сидит и с Android оставляет нам какой-то комментарий злобный про iPhone и что думает? Слушай, у меня два варианта. Я раз уж и поднял этот вопрос. Первое, это у него на Raspberry Pi IP-телефонии, и он вот это использует именно как мобильный телефон. Это первое. А второе, он на Arduino себе собрал, и он именно винтажную какую-нибудь трубку, он в гоглах как бы сидит, он как таксофон собрал, там внутри всё равно Arduino, и Unix крутится в итоге. И опять же, астериск-сервер просто с IP-телефонии. Но выглядит это всё как винтажный телефон. То есть в любом случае всё сводится и к тому, что Neuron Insomnius это скорее всего такой сис-админ, который изгаляется. Думаешь? Вдруг он просто со своего андроидина оставляет комментарии. Galaxy S2, я понял. Да, суть в том, iPhone неудобно использовать. Первая наша тема. Эта тема была написана чуваком, каким-то крутым журналистом и писателем, Джорджем, не Джорджем, простите, Джо Кларком. Я не знаю, Джордж это Джо, или Джордж Моддак, я просто не знаю. Но вообще Джо Кларк, крутой чувак, который, я просто крутой чувак, я так сказал, как будто это мой знакомый. Но на самом деле это какой-то просто известный канадский журналист и писатель. Пейсатель. Есть ещё такое имя Джошуа полное. Возможно, Джо это Джошуа. Короче. Тоже тест на возраст не проходит, потому что Джошуа это как Мюррей, это плюс 80 лет, я никого больше так не называю. Ну вот, тем не менее, Джошуа Кларк написал статью про то, как неудобно использовать iPhone, а конкретно он обличает, как ревизор, как нигилист, я сейчас буду собирать все, всё, честно, как Елена Летучая, как вот все вот эти люди. Видите, он именно обличает, короче, Apple в том, что Apple продолжает насирать на пользователей. А точнее, на тех, кто покупает айфоны и айпады, их использует, соответственно. Самое главное что? Он сразу говорит. Я считаю, что айфон неудобно использовать, но не думайте, что я типа разнерженный чувак. Я, вообще-то, писал инструкцию для портативного модуля диагностики двигателей автомобилей Deo. И, видимо, это, говорит, он, я знаю, что такое неудобно использовать. Я напоминаю, портативный модуль диагностики двигателей автомобилей Deo. Наверное, это, ну, что-то очень серьёзное такое, я думаю. Он говорит, и тем не менее, я считаю, что айфонами пользоваться неудобно, говорит он. Вот, например, езжу я в автобусе, а он ездит в автобусе, и, говорит, вижу, что люди среднего и пожилого возраста, часто сдвигая очки на лоб, ну, ты знаешь, как это, да, пытаются чё-то разглядеть в айфонах, в этих ваших. Просто можно поверх очков смотреть. Да, наоборот, вниз и поверх очков смотреть. Эффектно выглядит. А это всё почему? Это потому, что они не увеличили шрифт на своём айфоне. А почему они не увеличили? Потому что, естественно, это супер не очевидно, как сделать. То есть надо залезть там в дополнительные настройки, дополнительные, которые accessibility, там идти менять. Он показывает, собственно, где это менять и чё. Он здесь рассказывает, на самом деле, многие лайфхаки. То есть если вы такой именно пожилой или среднего возраста наш слушатель, то задумайтесь. Здесь очень много важного, полезного для вас. Но кроме того, что просто пожилые и средние не видят нихрена, он ещё и говорит, что некоторые функции в айфоне, они вообще максимально не очевидны. И, соответственно, если ты это никогда не узнаешь, точнее, если ты это никогда случайно не наткнёшься, ты это не узнаешь. Например, вот есть такая функция, как определять автобусные остановки. Видимо, он это то ли из какого-то приложения увидел, что один чувак делает, то ли что-то как-то там. Но там нужно было ID остановки указывать. Из какой остановки что уходит какой автобус. И когда ты укажешь этот ID, только тогда тебе всё покажется. Ну, то есть какая-то неудобная охрена. Да. Диктовать? Да-да-да. Вот. Я вот не знаю, на самом деле. Вот я обычно часто дабриваю этот подкаст историями про родственников. Надо это делать или нет, потому что у меня прокнула сейчас история про дядю моего. Потому что у него 5С-ка. И у него увеличено. То есть он разобрался? Он меня попросил. Дело в другом. Дело в том, что просто 5С-ка — это и так писька манит. Ну да. Когда я её беру, а там шрифт не вот как тут увеличен как бы ну чуть-чуть. Ещё больше. Возможно, до буквы А, до упора. Я не помню, насколько я увеличен. Я каждый раз вот просто лолирую. Я спрашиваю, дядь Вов, ну реально, ну нормально чувствуешь? Всё хорошо? Он говорит, вообще норм, крути. И там не вмещаются никакие заголовки. Там на 5 просто строк каждый пункт меню в настройках. Ну это просто... С моей жизнью это вообще несовместимо. Но ему искренне норм. У него и в WhatsApp, и так. У него везде там так. Ну понимаешь, это у тебя дядя ещё цвета различает, да же? Тьфу-тьфу-тьфу. Ну да. Тут ещё он рассказывает про его знакомых и друзей. А у этого писателя много знакомых и друзей, у которых плохо не только, ну, с дальнозоркостью или близорукостью они страдают. И в принципе, у них дефект зрения конкретно... Я не знаю, можно ли это называть дефектом зрения, но у них там, условно говоря, они плохо различают цвета. Соответственно, на каких-то экранах вообще, то есть люди, которые занимались этими экранами вот конкретно, они не имеют никакого представления о том, что есть люди, у которых плохо с определением цвета. Короче, то есть, условно говоря, вот экраны, например, на которых идёт звонок, и экраны, на которых не идёт ещё звонок, а ты набираешь всего лишь на клавишах что-то, то, короче, там разного цвета абсолютно. Клавиши, фаны, это всё сливается у чувака, который не различает цвета, у него всё везде, он ничего не видит, никуда. У него ещё всё переключается постоянно, ну то есть вообще нормально. То есть, вот если ты реально чувак, который плохо видит, да ещё он плохо с цветами, то там всё. Айфон можно не использовать максимально. Это же ложь. Ну то есть, я раньше... Почему вообще я в курсе всех вот этих... Там у меня раньше был пятый айфон. Так. Там всё достаточно тормозило, ещё до там 11-й прошивки, на 9-й условно реально была беда. Или там на 8-й, я не помню. Короче говоря, там была функция уменьшения... Уменьшения движения, как-то так она называлась. Она убирала вот эти все штуки, когда ты экран крутил, то там типа с перспективой обойка двигалась туда-сюда. Вот это можно было отключить. И вот ещё на 8-й прошивке это делалось суперсложно. Но уже к 11-й, это было прямо на поверхности, и вообще вот этот пункт accessibility стал сильно лучше. Ну, я просто в защиту Apple скажу, что они реально работают над этим. Сейчас 12-й осеньки, там уже не только Night Shift, там уже можно оттенки все делать. Ну, там круто. Короче, здесь даже говорится не о том, что типа есть в настройках, а о том, что... Короче, этот чувак вообще во всей статье хочет, чтобы это всё, особенно вот визуальные все эти эффекты, которые связаны именно вот прям с труднодоступностью информации. Короче, они прям при настройках iPhone тебе выводились сразу. То есть вот конкретно, например, шрифт, размер, он хочет прям, когда ты настраиваешь iPhone, выводить. А какого размера хотите шрифт? Потому что, говорит, все эти люди, они продолжают пользоваться дефолтными настройками. Просто не знаю, что есть возможность кастомнуть, я понял. Да-да-да, вот. Короче, он много где про это пишет, именно что, короче, а вы бы вот знали, что вот это вот так вот, а вы-то там то-то, там то. Ещё последнюю писячу. Вот начиная с шестёрки, когда ты именно инициализируешь только iPhone, там на белом или на чёрном фоне, в отличие, в зависимости от того, какого цвета у тебя трубка, там есть пункт, типа размер интерфейса. И начиная с шестёрки, там можно сделать именно большой, чтобы вмещалось, как на пятёрке, мало иконок, и маленький, чтобы, ну, вмещалось побольше. Это я помню, это я помню, да. То есть чуть-чуть как бы вот есть. Чё-то есть. Хороший полицейский, я даже не верю сам. Там в это просто, ну, тут уже много можно жить. То есть, ну, понятно, что это может быть неочевидно, но опять же, ты когда, я не хочу, no offense, короче говоря, чуваки из disabilities, но когда у тебя disabilities, ты уже должен знать, что ты как бы, ну, первые, там, я не знаю, два часа с новым устройством, ты просто разбираешься, где там вообще accessibility настройки, и что там можно вообще. Не, ну, disabilities это одно, а если ты среднего или пожилого, то у тебя как бы вроде и нет disabilities сильных. Но шрифт один хрен не предложили поменять. Может быть, да. Ну, короче, допустим, да. Потом он очень сильно грешит на назойливую Wi-Fi уведомление о том, что вот у вас, оказывается, есть Wi-Fi рядом. Ну, знаешь, классическое. Да, типа супер бесит, попробуйте, говорит, проедьтесь по городу, особенно мимо кафешек, без включенного Wi-Fi, соответственно, вы задолбаетесь. Причем в настройках это тоже отключается, вы можете не показывать, вообще вам никогда больше не покажется это дерьмо. Причем 100 миллионов людей, точнее все, 100% людей, просто тупо нажимают отменить по бырику, и даже уже не вникая, их просто тупо бесит, они каждый раз нажимают, но ничего с этим не делают. Где-то там, опять же, можно, по-моему, изменить, что, типа, автоматическое подключение, убрать галочку, и тогда он не будет вот это каждый раз. Да, да, да. Вот он об этом тоже это говорит, можно отключить. Про безопасность он рассказывает, то, что, оказывается, вообще пароли можно делать не только числовые, но и буквенные пароли. Вот именно пароль на телефон, ну ты понял. Там три, их три типа, четыре цифры, шесть цифр и буквы, то есть, ну да, любой. Угу. Это вот, короче, ну там он немного говорит про защиту и всякое такое. Базы и функции, которые мало кто понимает. Раздел. Что он еще? Я, оказывается, я записываю, ну, один монитор сейчас для подкаста, а у меня есть еще второй монитор. Я побреду сейчас первые 10 минут подкаста, я на самом деле темку нашу смотрел на маленьком мониторе, а большой, который я записывал, там пустота была, поэтому в тот момент зрители, они были как слушатели. Просто представляли. Сейчас показываю нормально уже. Угу. Так вот, базовые функции, например, такие как, ну вот особенно уже там, где появился 3D Touch, супер неочевидные такие вещи, как нажатие чуть-чуть и продолжить нажимать с задержечкой. Это когда вот, допустим, ты хочешь на рабочем столе айфона удалить иконки. Когда у тебя есть 3D Touch на телефоне, это достаточно нетривиальная задача. Он постоянно пытается поделиться приложением. Постоянно чуть-чуть... Надо просто сильно не давить, да, надо именно чуть-чуть прикоснуться и слегка прикоснувшись держать. Держать, да. Ну то есть, вот короче, он это все рассказывает. Естественно, это, ну супер странное решение. Причем, вот это вот прикоснувшись и держать используется очень много где. И это никто не знает, что это вообще используется. Вот, например, это дальше будет. Ну ладно, я не помню, там прикоснувшись или держать. Но вот ты знал, что фото, там где камера ролл, там можно нажать выбрать, ну в камере ролле, да, чтобы много фоток выбирать, типа знаешь, отмечать. Но там можно зажать, короче, и как-то вести, я вот сейчас пытаюсь вести и, короче, выделять прям. Прям выделять. Да-да-да-да. Вот, короче. Потом что еще? Я, кстати, сейчас попробовал, у меня получается, в принципе, достаточно. Достаточно я могу еще что-то. Ты понимаешь, там даже как в Винде, ты ведешь, и ты можешь именно вести, грубо говоря, ну ты растягиваешь как будто бы квадрат. То есть ты не змейкой именно ведешь, а ты просто можешь из угла в угол растягивать. Вот, ну как бы, это да. Я, видимо, достаточно продвинутый пользователь iOS. Возможно, есть disabilities, поэтому я первые два часа трачу на то, чтобы понимать вообще все, что можно, и там дальше уже как-то. Что еще? Вот, например, режим чтения в браузере Safari, который тоже можно нажать для активации и поддержать для настройки. Знал? Вот, слушай, тут ты меня и поймал. Походу, нет. Я просто тоже, я просто тоже понимал, что это неочевидное дерьмо. То есть именно можно поддержать для настройки. Слушай, я, кстати, вот могу в защиту этого чувака сказать, что все фичи с 3D-тачем реально неочевидны. Если ты себя именно, знаешь, чуть ли не с блокнотом не заставляешь его использовать, чтобы к нему привыкнуть, все равно один хрен про него забываешь и никогда не используешь. Да, я 3D-тачем тоже разу. Ну, то есть, ну, а вообще по факту, я же попробую на режим чтения долго жать. Можно именно использовать на этом сайте по автоматике. Да-да-да. Понимаешь, там жить можно. Я ни разу не видел даже. Вот, короче. Окей, ладно, пойдем дальше. Ассистив-тач, говорит, ассистив-тач, говорит, вообще не видел, чтобы хоть один чувак с дисабилити использовал. Используют все чуваки, у кого сломана кнопка домой. Есть просто хипстеры. Я просто именно знаю людей, которые его используют, потому что это прикольно. Ну, это особое удовольствие, потому что я именно вот при малейшей починке кнопки Home выключаю это дерьмо сразу автоматически. Вот именно прям. Home, Power, наверное. Ну, в смысле, Power, так там хоть что, она хоть что же имитирует. Хоть Home, хоть Power. Ну, ты говоришь, при малейшей починке кнопки Home. Как часто у тебя вообще кнопка Home ломается? Home чаще ломается, чем Power. Да иди, серьезно. Ну, в пятерке постоянно Home ломался, чем Power ни разу не ломался. Выпадал, вылетал или что? Я не помню. Там, я напоминаю, было классическое у пятерки, это у них болезнь, помнишь? Да, но это про Power. Да, но у меня и Home ломался. А, понятно. Но она может и то, и другое. Она может и сканчшот. Ну, я помню, конечно. Она может все, короче. Я чуть ли даже вот тут на шестерке, где у меня ни разу не ломалась ни одна кнопка, я все равно использовал часто AssistiveTouch, потому что скриншот одним тапом сделать быстрее, чем зажимать реально две кнопки, случайно свернуть, что-нибудь там тупануть и так далее. Ну да, там можно немножко затупить. Потом он часто говорит, что, например, вот такие вещи, как Springboard, он пишет еще постоянно в скобочках, что это, потому что люди не знают, что такое Springboard. Никто, типа, вообще не использует, типа, Springboard как Springboard. Никто не использует поиск, вот когда ты налево, короче, пойдешь. Я вот уже отключал специально, чтобы он там какая-то там еще. Ну, короче, это, типа, батарея экономит. Ну вот, короче, говорит, что это все равно никто не видит, поэтому это вообще нахрен не уперлось никому. И такие фичи, как AirDrop, например. Хотя я недавно ржакал, я видел новость, короче, в Японии. У них вообще, в принципе, вот суперпроблема с тем, что мужики суперизвращенцы именно, озабочены. Ну, то есть, это проблема в том, что, ну, короче, в общем, у них все еще именно вот это сознание себя как, типа, мужика, который находится в обществе с женщинами, да, у них все еще там 13-летнего чувака, условно говоря. И, короче, они, у них даже в Японии есть специально отдельное метро, короче, для женщин, только only для женщин, чтобы, короче, ну, ты понимаешь, в метро у них там всякое происходит, и там чуваки и, как бы, и трусы фоткают из-под, ну, телефоном, ну, и так далее. Короче, в общем, происходит разное. И в этом есть отдельное метро только для женщин, чтобы они спокойно могли ездить, если что. И, короче, так вот, есть классическая тема, ну, не классическая, я недавно читал эту тему, тоже, опять же, на Котаку классическом, что чуваки в Японии, твою мать, даже когда едут в метро чуть ли не в соседнем вагоне, ну, чуть ли не в другом метро, просто, знаешь, вы вместе пересекаете, они по встречке, а ты по другой. Они, короче, успевают по airdrop'у скидывать члены, дикпики, короче. А там суть в том, что тебе, как бы, вроде по airdrop'у нужно разрешить, чтобы тебе была передача файла на телефон, но превьюшка все равно показывается, поэтому дикпики залетают только так вообще. Они постоянно по airdrop'у именно письки кидают, короче. Вот, соответственно, японцы знают эту функцию, если что, может, уже не парится, самое главное. Вот. А так вот, в принципе, ты airdrop'ом, насколько часто пользуешься? Очень часто. Просто он не сжимает, в отличие от Telegram'а и WhatsApp'а, качество. Ну, в Telegram'е можно скинуть как файл, но порой проще вот так выделить, как ты показывал, через Camera Roll по-быстрому вести и через airdrop кинуть, просто положить, как инфракрасным портом рядом и уйти. Ну вот, да или да. И на ноутбук я иногда скидываю это быстрее, чем через Telegram. Что еще мне понравилось? Мне что-то понравилось, то, что я вот именно использую, но это классическое. А, то, что я тебе недавно, то, что я тебе недавно, там он пишет, говорит, у нас, говорит, почему-то на телефонах по умолчанию телефон блочится за секунду вообще, как будто вы либо суперагент, либо беспокойный школьник, говорит, просто сходите и поставьте себе, чтобы вас не блочилось нормально, 2-3 минуты, как у людей. Я вспоминаю, что я тебе включал именно. Да, да, и на самом деле я очень доволен. Это одно из лучших, на самом деле, что вообще не было включено. Это дзен, это просто ты дзен ловишь досвидос. Ты именно не дрочкаешь письку каждый раз. Вот плюс в чат, кто дрочкает письку, потому что это просто досвидос, серьезно. Я иногда даже не включаю режим экономии батарей специально для того, чтобы он не заставлял меня каждые 30 секунд, это все. Да, да, да. Это круто. Это на втором месте по киллер-фиче, понимаете? Первое – это ночной режим. Ты ставишь, чтобы он тебя с 12 до 7 утра вообще никак не беспокоил, никаких уведомлений, это обалдешь. А я думал, ты говоришь про Night Shift, что желтый экран становится. Да, ну это на третьем месте. Ну вот тебе реально глазам, вот глазам реально приятно, когда такая желтая хрена? Я привык. Я даже на винде себе это сделал. Ты на винде сделал? Да, да. То есть мне наоборот нравится. Я просто, поскольку реально по ночам часто сижу, я иногда сплю прям вот за этим, а когда синий, оно бесит. Ну я не шучу, то есть я не поддайкиваю всем этим статьям, которые говорят, что там синий цвет возбуждает и так далее. Это так и есть. С желтым реально круче. Окей. Ну здесь есть у него целая колонка, скажем так, про Сири, что вот Сири, чуваки, вас все еще Сири нихрена не понимает, хотя она уже должна все супер понимать. Это, прикинь, на английском он говорит. А что на русском там происходит? Кроме того, что Сири нихрена не понимает, она там супер тупит. Ты там говоришь записаться на встречу в 9 утра, она тебя записывает на 21, хотя у тебя стоит время 24, ну 24 часа, а не 12 часов. Ну короче, такое. Особенно, говорит, очень классно, что все же встречи назначают 21, как бы не в 9 утра деловые. Это как бы норм вообще тема. Ну и короче, он здесь сильно, в общем, грешит. Есть вещи, в которых он придирается, но именно вот его вся статья, она как бы немножко нам говорит о том, что в основном он именно, конечно, концентрирует внимание на чуваках, которые типа среднего и пожилого возраста, им все-таки супер неудобно с айфонами. Тем более, что если, он говорит, что если типа внуки или, говорит, ну типа младшее поколение не поможет разобраться, то, говорит, они так и не смогут нормально использовать телефон и будут страдать, короче. Ну и типа я вот тоже задумался, я когда читал всю статью, подумал, что вот реально было бы супер круто, если бы они, они это, я имею в виду Apple, они реально сконцентрировались на таких чуваках, которым тяжело читать шрифты мелкие и так далее. Потому что это же супер аудитория, супер бабло, и это было, представляешь, какой респект, если бы любой вот прям, типа, что бате купишь? Айфон, короче. Или там, что деду купишь? Айфон, да? Потому что, короче, ты понимаешь, что он стопудово сможет все понять, что там происходит. Потому что если ты ему подаришь не айфон, ты еще двое суток у него будешь жить, чтобы ему показывать, как им пользоваться, настраивать там и так далее. А если купишь айфон, то нет, просто раз в год приехал, и все. Один раз показал, да, и нормально. Ну, короче, вот такая история. Мне интересно твое мнение. Насколько вообще вот ты считаешь, что неудобно? Ну, давай так. Я вообще удобных устройств для старшего поколения не знаю. Ну, кроме с большими кнопками, с большими. Ну, это, понимаешь, это даже, это просто обрубок от устройства. Там, ну, как бы нечем просто пользоваться. Поэтому оно удобно. Это как пользоваться сидением для унитаза. Конечно, им удобно пользоваться, потому что там нечего делать вообще. Ты его можешь либо поднять, либо опустить. Все, конец. Можешь обоссать еще. Ну, эта опция, да, она как бы такая уже. Вытекает сама собой, так сказать. Именно вытекает, да. Вот, поэтому я не могу сказать, что это именно проблема Apple. Это проблема, в принципе, всех. Ну, понимаешь, опять же, это как кино. То есть, грубо говоря, основная касса — это всегда подростки. Причем практически любого кино. То есть, как бы даже у того, который вот там 18+, вот это именно 18-летние подростки — это основная касса кино 18+. Я не имею в виду порнухи, я имею в виду там кишки и там прочую жесть. Я понимаю. Вот. Поэтому так же и устройства. Я больше чем уверен, что рынок устройств — это все равно молодежь. Потому что молодежь будет его часто менять. Вот старики, зачем для них стараться, они не будут каждый год новый iPhone покупать или что-то еще. Ну, да. Это просто, это жизнь, что большинство таких вещей их делают, ну, опять же, адаптация вот под всех людей — это долг. Надо фичи пилить, как мы уже выяснили в прошлом подкасте или в позапрошлом, не помню в каком. А вы тут сидите и оптимизируете под все виды там, я не знаю, людей, рас, национальностей. То есть, ну, это по идее круто, я на самом деле хотел бы, чтобы все было именно так. Но, к сожалению, рынок диктует другое дерьмо. То есть, это возможно, если бы у нас была суперплановая экономика до сих пор. И как бы люди, телефоны вот, ну, там люди бы сидели и iOS в каком-нибудь Росгосприл делали. Росгоспрош. И как бы вот, да. И у них бы просто не только этим зарабатывали, их деньги бы не зависели от количества проданных устройств, у них был бы просто госзаказ. Чтобы все везде классно работало. В каждом доме престарелых люди могли разобраться с нашей там осью российской. Ну, условно. Тогда, может быть, бы это и работало. А поскольку все идет по законам рынка, всегда будут вот такие вот беды. Это, кстати, банданочный тему перевел. Я видел, да. Но, видишь, тут можно еще сказать, что, в принципе, у Apple же много денег. Ну, так. Они же могут сделать еще дополнительно целый отдел, который займется этим дерьмом. То есть, им ничего не мешает вообще вот нанять еще целый отдел, который... А еще отдел нанять, который все это адаптирует, оптимизирует, и чтобы это везде работало, и чтобы было классно. Вот два отдела надо всего. Сказываю конкретно пример из жизни. Есть некая компания, акционерное общество. У них есть в собственности несколько зданий, которые приносят арендные деньги. Аренда – это вообще один из типов бизнеса, который будет работать всегда вообще. То есть, это стопудовые бабки. Если у тебя есть какое-то здание в собственности, переведенное в нежилое, ты как бы, ну, это у тебя не офис, а класса Москва-Сити, а как бы, ну, что-то такое, более-менее среднее, ты всегда сможешь его сдать. Всегда. И, тем не менее, есть люди, которые все равно продают такие здания, потому что они уже отходят, типа, от дел, не хотят этим заниматься, они хотят уже здесь и сейчас получить много денег и спокойно уже там дожить от жизни. Вот акционеры Apple, а это все равно такие костистые люди, которые уже тоже им много лет и вот нахрен им это не надо. Я не имею в виду тех людей, которые там у нас и хипстеры по две акции купили и как бы сидят там на дивиденды себе Кока-Колу раз в год покупают. Нет, я имею в виду людей реально с большим количеством акций, так сказать, с контрольными пакетами. Вот то, что, давайте, чуваки, мы сделаем вот это и может быть там через 20 лет у нас будет там через 10 больше капитализации, да даже через 5. Их это не так интересует, как то, что можно просто сделать там айфоны XR разноцветные и их будут покупать. Кстати, недавно была новость, что спрос не такой большой, вообще сильно не такой большой, как хотели. Да-да-да. И да, и провал. Но для них вот это будет, к сожалению, приоритетнее, просто потому, что это тупо их живые деньги. И они, ну как бы, их вот стратегически что-то не так волнует уже, потому что им просто уже много лет. Если бы это были молодые какие-то компании, хотя вообще молодые акционеры, это как еврей-дворник. Ну а с другой стороны, там же должны быть с горящими глазами чуваки, как, не знаю, как в силиконовой долине, там все, они должны сказать, да все, мы сделаем, там то, все, пятое, десятое, тебя внедрим. Я думаю уже не в это. Как как бы, вот 15 лет назад в Apple такие были, 10 стих, и он как-то что-то еще пытался доказывать, но это скорее единицы правил, и они действительно становятся чем-то таким ремаркабл со временем, а вот сейчас вот такое говнишко. Ну и короче, вот такая история, ну что, пойдем к говнишку, для тех, к тем, у кого еще горят глаза, я считаю. Согласен. Бум, здесь отбивка была, и мы смотрим, на самом деле, те вот люди, у которых нет вот этих акционеров и так далее, люди, которые просто делают хорошо. представляем нашего постоянного спонсора, хостинг-провайдер Smart Tape, в том числе, их последнюю услугу, last but not least, короче говоря, я бы даже сказал не last, а latest, я уверен, что их услуги не заканчиваются, и это еще долго нас будет радовать на самом высочайшем уровне. Так вот, их последняя услуга сферы быстрые VPS-хостинги на NVMe дисках, на NVMe SSD, которые напрямую в PCI-экспрессную шину вставляются. повторю в очередной раз, что скорость записи достигает 2000 мегабит в секунду, скорость чтения это просто, ну, даже представить сложно, это очень быстро, очень хорошо, а цены по-прежнему крайне доступны, по-прежнему у них есть тестовые переводы бесплатные. Я, кстати, хочу тебе провокационную задать, мы-то и веб-дизайном переехали на NVMe-шку? А мы еще не переехали, но у нас уже крутится NVMe-шка, и она уже ждет, на ней уже даже NGINX настроен. Она именно чистенькая крутится такая. Она уже защищенненькая, то есть уже PSS-H через рута не доступится, порт сменен, уже все такое, уже как бастион, как заря. Нихрена. Вот, поэтому, да, осталось только перенести, я вот в эти выходные буду... Бог, именно даст Бог, тест на воздух. Я акционер Apple, кстати, будем знакомы, я тут самый чувак. Ну, вот я, я желаю нашим слушателям и зрителям, чтобы они, как мы, тоже на NVMe-шку SmartApe-овскую переезжали все. Обязательно. Не затягивайте с этим, тем более, что цены при оплате на полгода и год с диким дисконтом. Я вот, это слово с дисконтом, это, конечно, когда уже именно компаниями торгуют уже, вот эта компания, она досталась с большим дисконтом. Вот, хостинг NVMe от SmartApe, это как компания целая. Это вот то, во что нужно вкладываться в современном мире. Все вот эти ваши айфоны и так далее, это все напускное. А вот хостинги, это круто. Тем более, что у нас следующая тема, да, будет? Да, как раз следующая тема, про то, как чувак на iPad'е работает, он там, чтобы работать на iPad'е, он себе поднял именно хостинг, на котором он все запускает. А iPad у него чисто как терминал. Ну, почти все. Вот с SmartApe это было бы пизи-пизи. Вы бы сэкономили просто дикое количество денег. Обязательно попробуйте, все ссылки у нас есть в описании, SmartApe, NVMe хостинг, и webdesign.ru слышно. Там нашу реферальную ссылку взять, можете in the description box below. Обязательно попробуйте, хотя бы бесплатный тестовый период. Это уже нам приятно будет, потому что услуга настолько на высочайшем уровне оказывается, что когда вот эти 10 дней пройдет, вы отлипнете, как Apple Music, и уже не сможете. Да, согласен абсолютно. Да, ну а теперь, собственно, кстати, я хотел, когда мы только начали этот подкаст, хотел сказать, что по темкам типичный Блиц, но как-то что-то теперь уже и не знаю. Стасулевич нам предлагает тему еще к прошлому подкасту. Чувак занимается веб-разработкой, полностью перешел на работу на iPad. Как вам? Сами не думали перейти на iPad вместо Mac? Ну мы, если с тобой писали бы альбом как горелось, мне кажется, мы бы перешли. Это у них глаза пока горели. Я думаю, все последующие альбомы они уже нормально на Mac писали и не дули. На вот этих беспонтовых, которые тормозят. Да, вот на тех самых, да. Кстати, здесь Куртис Макхейл, который... Нихрена себе. Он примерно об этом и говорит, что мой MacBook уже тормозит, но у него Air, поэтому тут как бы вообще... А он сразу тормозил, как его купил. Да, он имеет в виду, что вчера купил, сегодня уже тормозит, поэтому надо, говорит, что-то вот думать. И он говорит, я не увидел вот сейчас ноутбуков Apple, которые looks interesting. Понял, да? Нихрена, что это? Он что, охренел? Еще раз, Куртис. Как его по батюшке? По батюшке, не знаю, но вот Куртис. А он на полном серьезе, он говорит, что все лаптопы очень дорогие и глупые. Я прям для работы работать не подойду. Я подумал, что у меня же есть iPad. У него именно iPad Pro. То есть тут у него Air, а там у него Pro. Интересно. Ну, так вот человек решил. Может быть, ему для чего-то он еще был нужен. Хотя, опять же, брать iPad так только Pro сейчас, по крайней мере, когда они особо димовые, 10,5, сколько я помню. Они реально классно. Ха, сейчас же еще вышли безрамочные, без кнопки Home, опять же, которая ломалась чаще, чем Power. Поэтому там сейчас можно на iPad реально жить. Ну, так вот, мы продолжим. Так там, ну да, я уж не говорю про то, что там минус mini-jack, минус все вообще. Да, но причем зато 5 динамиков, 6 микрофонов, дикий контур из аудио вот этого всего, то есть там именно она как-то сабвуфер встроена. Да, практически сабвуфер встроен уже HomeBot вообще что-то начали. Так там может Харман Кордонович? Да, пудово. Короче говоря, он всего-то ограничивается несколькими программными продуктами. Blink Shell, по факту это просто командная строка, да, командная строка, консоль для App Store. Blink Shell on GitHub, это он у себя на том хостинге. У него, естественно, D-ошенька, я даже не буду расшифровывать эту аббревиатуру, потому что вот здесь вот мы просто подставляем SmartApe везде. У него хостинг на SmartApe, он там поднял именно Blink Shell для хостовых машин, для десктопов, принимает соединение от iPad'а. Я посмотрел видосик, у него здесь видосик 10-минутный, как он там рассказывает о том, что он все это делает. Так вот, Dash приложение, приложение Dash это вообще смешное на самом деле, хреновина. Я ее и на Mac пробовал, по-моему, бесплатную версию, я даже мне друг на торрентах не покупал, просто бесплатную именно попробовал там на 30 дней. Ну, прикольно, но как бы вот не готов я был за нее платить. Это программа, которая агрегирует всех документаций. То есть ты не заходишь там на документацию LoDash библиотеки, там, Vue.js и так далее, ты просто пишешь и переходишь и в доки ищешь. То есть ну, она через интернет естественно работает, но типа что, все документации на кончиках пальцев. Вот он такую использует. Использует Ergo Web Tools. Это хреновина. Ну, короче, инструменты разработчика именно браузерные. Использует внешние для iPad. Можно использовать именно, если ты используешь Safari на iPad и подключаешь его по проводу к MacBook тормознутым, то можно использовать десктопный инспектор для того, что у тебя на устройстве. Я пробовал, работает круто. Но он вот использует Ergo Web Tools, я так понимаю, она тоже платная. Давай вот я сейчас посмотрю. Я вроде все посмотрел, но вот это не посмотрел. Я просто сейчас вспомнил, понимаешь, вот ты уже рассказываешь, я вспомнил с прошлого или с позапрошлого подкаста тему про то, что чувак писал сам, социальную сеть написал на телефоне на дерьмовом, на Nokia или на чем-то таком. И тут-то чувак еще хорошо, богато живет. У него, во-первых, iPad, а во-вторых, у него тормозящие MacBook'и по кругу раскатаны, закатаны. У него хостинг Smart Day. Хостинг Smart Day и Харман Кардон полный. У него тут вообще кода, значит, хреной. Я вижу, у него тут красиво все, он живет. Тот-то чувак из блокнота другу звонил, говорит, алло, посмотри, как у меня скомпилилось. Да-да-да-да, раз в неделю приходил, компилил, чуть ли не в интернет-кафе там смотрел. Так вот, Ergo Web Tools инструмент разворачика кода, это редактор кода, соответственно. Ни хрена себе. У нас даже был когда-то обзор на кода 2. Да-да-да. Да-да-да. Это был маковский. Тут для iPad'а. И MyWim Configuration, это операция. Самое другое интересное, что он здесь еще перевел, перечислил, что он на Canon 60D этот видос снял, на это насрать. Как у него работает его хрена? Он открывает iPad, запускает консоль, по консоли подключается к хостингу SmartApe. Что он это делает? На хостинге SmartApe у него все проекты. То есть у него нету локал-хоста, на котором он поднимает. Работает он в WordPress'е, сразу скажу. То есть он пишет, что я все рабочие вопросы решаю на iPad'е, но это не мудрено, когда ты работаешь на WordPress'е, когда ты не фронтендер. То есть он WordPress-энтузиаст? Да, я очень сомневаюсь, что он бы смог себе там девелопмент-сервак в UGS'ный поднять, где-то как-то так. Это все можно было бы сделать. Просто ты это делал настолько медленно. Ну то есть ему бы пришлось переключаться между всеми приложками, между редактором кода, смотреть, какие у него там ошибки в консоли вывалились в билде, там еще туда-сюда. Но это просто... Наши слушатели, зрители сейчас скажут, ах, WordPress, да как это я могу и на Samsung'е, на любом, на телефоне. Это я могу телеграммами просто отправлять через почту. И все. Ну согласен, да. То есть тут как бы у него... Нет, ну он говорит, что он там даже если надо там и подверстает что-нибудь с веб-инспектором. Ни хрена, он что делает. И задеплоит, опять же, оттуда же с этого хостинга. И у него вещь, у него там кода. То есть в кода-редакторе он пробрасывает опять же на тот же хостинг и в типик клиент, вот это все. То есть он там, ну как бы у него реально, он купил платные программные продукты, и они действительно более широкого спектра функционала, чем у чувака, который там социальная сеть на кнопочке. Вот. Но, да. Это все равно не полноценное там фронт-энд или бэк-энд окружение. Ну окей, он может быть ноду может запустить через нодимон опять же у себя там на этом хостинге. Он вам нодимон? Да, он вам нодимон. Смешно. Не сразу даже понял. Уже много времени прошло. Хотя у меня здесь в... Я думал у тебя в избранном. В похожем опять какие-то путинские ракеты и Навальный. В общем-то, я мог бы вспомнить про он во мной димон, но не важно. Суть в том, что да, ну допустим, с бэк-эндом еще куда не шло. Опять же, ты к Postgresу конектишься там или к Монге через консоль, все это смотришь, то есть, в ходе наверняка есть тоже модули, которые работают с базами дан. Ну блин, это странно. То есть, все равно неудобно. Ну у него, естественно, чехольчик для iPad с клавиатурой. А у него-то клавиатура и... Ну то есть, он в любом случае iPad превратил так или иначе в ноутбук. Все вычислительные мощности Localhost'а, которые были бы на MacBook'е, он делегировал на хостинг смартфон. Вот. То есть, вот в этом все задувает, да? Да, сейчас задуло чуть-чуть. Опять не дует. Ну, да, вроде не дует. Там именно как будто сильный пары ветра именно. Ладно, будем пока с этим жить. В общем, он еще на самом деле, он, мало того, что WordPress, он еще грантом, например, все еще собирает. Так. После гранта уже давно галл был придуман, и вообще уже сейчас в веб-паке все это делают. У него грант все еще. Ну, в общем, олдскулин в какой-то области, скажем так. Хотя 23 октября 2018 года. Я бы этому дяде с усами уши-то подкрутил бы, я бы ему очень доверял. Айпад бы поотрывал. Вот. Но, опять же, это все равно так или иначе можно размусолить как тему того, что вообще насколько айпад может заменить именно компьютер. Я вот так бы хотел. Вообще, скажи, что ты думаешь, по этому поводу? И вот такой тебе наводящий вопрос. Вообще, как ты видишь замену компьютера айпадом? Слабо вижу, честно признаюсь. Слабо вижу, потому что айпад, это все-таки среда айпада, она пока не сильно... Как бы там можно было бы не поднастроить, не подхреначить, все равно, вот, что не делай? Вот пока, вот, что не делай? Тот же самый макбук, который у него попукивает еле, он будет лучше, чем айпад. Будет удобнее, его еще можно лучше настроить, даже если он лагает, ну окей, вот там лагает, компиль, где в другом месте, ну, что, короче, можно придумать, потому что айпад все еще, мне кажется, это хреновина, чтобы как менеджер ходить и в реал-тайм-борде передвигать тикеты, так скажем. То есть это, вот не более того. Я когда-то выявил такую формулу, что айпад это для тех, кто потребляет контент, а компьютеры для тех, кто его создает. Ни хрена ты дал. А как же, опять же, а как же гориллос? Я буду до конца. Ну, кстати, я эту формулу уже после гориллос выявил, но мне кажется, гориллос это сделали скорее для хохма. Да, конечно же, это скорее эксперимент. То есть, ну, я даже такое бы не исключал. Да, это эксперимент, скорее, чем именно на повседневку. То есть, там, ну. Более, что, ну, камон, ты же себя-то не обманешь, это надо просто по скорости еще замерить. То есть, можно делать вообще чего угодно. Повторюсь, телеграммами, коммиты отправляем. Да, да, можно и на телефоне кнопочном, как мы поняли, писать. Просто зачем? Да, это вопрос именно насколько это будет быстро. У нас сегодня будут темки про новые там релизы Adobe для iPad. И там спойлер, я чуть-чуть сникпик вам скажу. Дикпик кинул. Вайердроп. Сникпик скажу, что вышел Photoshop, именно полноценный Photoshop для iPad. Крайне мере, анонсирован. там, по-моему, еще не было. И, ну я, когда статью буду смотреть, я точню. Неважно. Суть в том, что это именно вот абсолютно необрезанный Photoshop с теми же сурсами, которые топные, мультиплатформенные. И типа, это прям вот все, революция сегодня здесь. Наконец-то можно полностью работать на iPad именно дизайнерам. Тем более, что мы тоже, опять же, в том подкасте в прошлом поднимали эту тему, типа, дизайнеры, отзовитесь вообще, насколько вы там можете что-то на iPad делать. Вот. И нам даже отозвались люди и сказали, что, в общем-то, да, кто на Procreate, кто там на каком-то другом ПО, но все пишут, что работа на iPad для них стала неким откровением. То есть, типа, это круто. И может быть, может быть, как бы и с кодингом тоже такое случится, но на данный момент я искренне считаю, что это не более чем, вот, так сказать, выпендриваться. И все. Да, согласен, согласен. Давай пойдем дальше. Условия, когда надо быстро пилить фичи, опять же, то есть, в реальных рабочих условиях, любых, это как бы вот уже, ну... Это пук немножко пока что. Это вот не то, что я бы выбрал, если бы у меня были там какие-то дедлайны, какой iPad, но это... Согласен, согласен. Будем двигаться. Короче, ReCapture версия 3. Google ReCapture та самая, которую вы больше всего любите, когда вы, например, вам очень быстро надо что-то посмотреть на каком-нибудь сайте, да, и вы в этот момент, например, идете в минус 20 по темному району, неизвестному вам, и тут вы вдруг достаете телефон, и вам нужно посмотреть нам какую-то инфу, и вдруг вам предлагается выбрать знаки на дороге, выбрать автобусы, которые есть на этих фотографиях, но вы знаете. Лестницы выбирали. Лестницы? Я первый раз лестницу выбирал. Вот, тоже хорошо. В принципе, все это, как вы знаете, раздражает очень сильно, и тем более, что ни хрена не выбирается, и постоянно вы пытаетесь себя ощущать, как не робот, потому что постоянно вам говорят, а еще выбери, а еще, а может вот еще выберешь. И, короче, постоянно ты на халяву в минус 20 на улице обучаешь Google интеллект, который у нас скоро захватит, видимо, я не знаю, вот, по крайней мере, как минимум, светофоры у нас отберет и лестницы. Как минимум, он будет знать, да, как люди различают лестницы, да, и светофоры. Хреново, судя по всему. Тем не менее, версия 3 или капчи нас будет радовать тем, что не надо уже, это ничего не будет, там уже все супер круто настраивается, версия 3 или капчи смотрит на то, что вы делаете на других сайтах и вообще знает все, что вы, как вы, как вы, что вы, где вы, кто вы. Можно разного типа защищенности этой капчи сделать, и, например, это хреново, можете смотреть, какие вы отзывы оставляете, то есть будет понятно, что если какая-то активность в отзывах у вас странная, например, вы просто пиарите какие-нибудь ссылки, кидаете везде в отзывах или еще что-нибудь такое пишите, или у вас ссылка является ваше имя, например, ну, бывает такое, да, вы везде это пытаетесь оставлять, то, скорее всего... Котик, ты мой дорогой, да, а если ты все хорошо пишешь, классные отзывы, все видно, что ты человек, то все нормально, тебя пропускает, и не надо на морозе в минус 20 ничего делать. Ну, кроме отзывов, там еще есть разные вещи, там можешь ограничить, чтобы ваши профили чекались, там, ну, короче, там целое дело, рекапча, версия 3, она может всякое вообще, и ты, как владелец сайта, устанавливаешь рекапчу, и устанавливаешь ей, соответственно, ну, какая защищенность, какая должна быть, вот. В принципе, вот такая штука, все это происходит на vptevern.com, мы сейчас читаем, то есть, соответственно, нас призывают на свои WordPress сайты вмонтировать эту рекапчу, тем более, что в WordPress, вы знаете, это все просто, заходите в плагин, устанавливаете, балдеете. Вот, что еще говорят? Здесь вот показано, как в админ консоли, что можно, короче, там, трафик чекать, что-то там с версией второй, короче, с рекапча 2, можно как-то там легко переехать, что-то там обновиться, короче, автоматико или апдейт написано, to use версия 3. Ну, да, вот я вижу радио баттон, можно выбрать, рекапча версия 3. То есть скоро, везде, нигде не будет знаков, а будет классно все, вы будете молодцом, будет все удобно, наконец-то. Ты вообще как? Мне просто интересно, ну, мне теперь, я, например, когда ее придумали, реально, ну, они афишировали это, что они обучают свою нейронку. Все обучили, что ли? Ну, то есть теперь, когда будут реально только ботам ее показывать, боты-то не будут не чужать. Ну, или там, знаешь, опять же, вот эти сайты, на которых pay to click, pay for click, там именно, ну, как бы китайцы, или кто там, я не знаю, по цене за 2 цента, вводят эти капчи постоянно, ну, а там автоматически уже боты что-нибудь делают, то есть, ну, даже я в детстве на таких был, там, и какие-то там первые два своих доллара в интернете я заработал именно вот на таких сайтах, где я капчи вводил за 2 цента, вот, то есть, причем еще супер старые, которые именно искаженные буквы, ну, ты понимаешь, да, которые самые первые, не гугловские никакие, а просто там, кто во что гораздо, и капчи такие, вот, поэтому, то есть, неужели обучили? То есть, неужели наконец-то... Возможно, да, мне теперь интересно, что они могут с помощью нее? Да, наверное, это для Google мобиля все-таки и было изначально сделано, чтобы они не врезались в лестницы и посмотрели на светофоры, то есть, там, как бы так или иначе, все касается дорог и передвижений, кроме лестниц, опять же, но это уже, видимо, Boston Dynamics, у Google закупили, что вот эти собаки, которых уронить нельзя, чтобы они по лестницам прыгали, я не знаю. Они прыгали, да, ух, я недавно совсем видел, что они наделали вот в последней инстанции в этих Boston Dynamics, и там уже паркур досвидос, там уже эта хреновина может такое делать, что ты сам не сделаешь ни в жизни. Досвидос, она, во-первых, коробки может переставлять, то, что я когда-то работал на фабрике, короче, переставлял коробки, теперь она спокойно меня заменяет, так что все уже. Будущее наступило, короче. Скоро на айпадах будут программировать, нормально. Я помню, то ли во второй мафии, то ли где, там надо было коробки переставлять, да как бы и в первой надо было, я помню, там, ну, в каком-то одном задании, может, не помню. Короче, где-то там, во второй точно, там надо было коробки переставлять, когда ты, короче, тебя, типа, наняли, ты такой, типа, в порту еще работаешь, то ли ты, то ли ты все-таки полубандос, то ли все-таки ты откинулся с зоной, короче, у тебя в порту первая самая миссия, типа, иди на работу, чувак, подвигай, и ты такой, да нахрен это двигать, пойду лучше, типа, бандосом, и ты начинаешь, короче, сначала вышибать бабло из тех, кто не хочет стричься, короче, нахрена нам это делать, они стрягутся за бабки, там именно, они, короче, заставляют их стричься, и тебе надо быть вышибалочем именно, и подходите, и говорите, ты что, не будешь бабки, что ли, скидывать на подстрижку, типа, на заводе, это типа нужно, ну там не завод, там порт, да, и, короче, они, и в конце на тебя именно самый главный чувак, практически профсоюзочно тебя, нет, там подходят, ты узнаешь еще, что он твоего батю сгноил, или убил, или уволил, или что-то еще, просто именно, вот эта миссия, где надо заставлять, там просто на тебя кабаныч какой-то выходит, и начинаешь его рулиться с ним, короче. По-моему, он и был, ну тоже, у него батя тоже работал в порту, и он практически, а, да ты, скорее всего, сынок, там этого козла, там, ну, не знаю, может, я тоже это все придумал, но, по-моему, так и было, да. Возможно, возможно. Плюс в чат, если так и было, напишите, как там было на самом деле, мы вместе с вами, скорее всего, будем премьеру смотреть, поэтому. Вот так вот мы... Я тебе официальный пост выложил, где Google сам написали. Там еще было с WebMister, с Google.com, да, 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 я, ну там практически то же самое, что, типа, короче, там какие-то графики, что, типа, там какие-то графики, что круто стало. Я, короче, не вникал в графики, если честно. Ну да, я вижу, что там реально круто стало, и я надеюсь, что круто будет. А, знаешь, что еще круто? То, что у них здесь в сейдбаре все еще есть, ссылка, что Google на Google+, это не было, закрыли уже. Google WebMasters, да? Вот, на Google WebMasters все еще есть на Google+. Я не помню, куда я вклинил рассказать про наш Patreon, ну нет, еще не скоро, еще еще. Нет, ты вклинил дальше, да, ты сейчас палишься, возможно. Да ладно, все знают, все ждут, на самом деле. Я просто, я не вижу, где это, поэтому... Я вижу, я вижу. Нет, я вижу слайки, а у меня в открытых вкладках нету, поэтому, видимо, что-то я потом буду вручную открыть. В общем, да, пишите, что думаете про Google, капчу, а мы идем дальше. А дальше у нас две темки про Adobe, это темки из нашего патроновского чатика, относимся с уважением. Прошла конференция Adobe Max, и на ней... Уже как-то говно какое-то, знаешь, без уважения начали. Ну, как-то да, название, конечно, могли бы и поинтереснее придумать. Так вот, было несколько громких анонсов, один из них, это Typekit, теперь называется Adobe Fonts. Вообще, я вот, почему эту темку бухгалтерия на меня перевела? Потому что канцелярия наша небесная. Потому что... И я Typekit-ом-то пользовался еще, когда его чуть ли Adobe даже не купил. Когда это просто... Но мы, мы же оплатили за него, кровное. Да, сотку в год, если я не ошибаюсь. По-моему, сотку в год, да, мы скидывались. Суть в том, что он тогда еще не был Adobe-вским, это было реально, мы еще в институте 11-12 год, вот так вот. 12-13, давай так. Мы его реально покупали, потому что мы, ну, когда для клиентов делали сайты, мы использовали Typekit-ные шрифты, потому что, ну, они интереснее, чем Aerial, Гильветика. И скачивать просто пиратские шрифты, прям вот, ну, зашивать там в темку WordPress-овскую, это как-то было, ну, не очень. Мы все-таки, ну, мы бы коробки передвигали, на самом деле, да, в той игре они вышибалами были, поэтому вот мы покупали тогда Typekit, пользовались, там были куча ограничений, типа там не больше 100 сайтов там на Pro-плайне, на Personal-плайне там не больше 10 сайтов, какие-то такие ограничения были, там не больше 100 шрифтов, вот. Причем эти ограничения, они на самом деле сохранялись потом, когда Adobe их купил, вот, но опять же в Creative Cloud подписку уже входил Typekit, то есть уже не нужно было его дважды оплачивать, то есть и Creative Cloud подписку, и сам Typekit. Теперь Adobe, они по Филу Шиллеру пошли дальше, и они теперь сделали, что вообще никаких нету ограничений, то есть до сей поры, по-моему, было ограничение 100 шрифтов, не больше. С учетом того, что, например, там мы используем Proxima Nova, я люблю этот шрифт, полное семейство, Proxima Nova, Proxima Nova Condensed, Proxima Nova Extra Condensed, со всеми начертаниями, жирностями, курсивами и прочим дерьмом, это порядка 39 шрифтов, а лимит был 100. То есть как бы, ну, это реально была проблема. В том числе, там была проблема, что некоторые шрифты были только для веб-использования, точнее нет, для веб-использования, насколько я помню. Я не помню, каких было больше, но условно все были для веб-использования, и только немногие были для Photoshop, там, иллюстратора и так далее. То есть для десктопного использования были только некоторые. И это бесило, этот видос, потому что ты мог грубо говоря, на соитецком использовать какой-нибудь красивый шрифт, я не знаю, лобстер, ну, по бреду, лобстер, по-моему, был для десктопов, но неважно, какой-нибудь такой, а потом сделать для этого же клиента баннер, например, там, в группу ВКонтакте, с этим же шрифтом ты уже не мог. Надо было где-то там пиратить, находить, что-то делать, потому что он был только для, как вообще, его не было именно для десктопного использования. Это понятно. Вот это все они отменили. Нету никаких лимитов ни по количеству доменов, ни по количеству шрифтов, и все шрифты теперь доступны и для веба, и для десктопа. Здесь аплодисменты должны быть, я должны быть. это реально круто. Название теперь Adobe Fonts, здесь сайт теперь переделан, они теперь ввели font packs, наборы шрифтов, если зайти на fonts.adobe.com slash collections, здесь разные дизайнеры, дизайнера, договора они заключали, во-первых, средства получали, вот теперь дизайнера сделали свои паки, коллекции, которые они сгруппировали там по смыслу, например, The Way Backpack, это шрифты 19 века. Нихрена. И здесь есть там Short, Regular, Ratio, Modern, красивые слаб-сериф шрифты, которые для рекламы, там, для билетов каких-нибудь, которые в самолетах, ну тут даже не самолет, тут на поезд, еще на паровоз, ну реально такой 19 века, здесь на самом деле этот Magic Show, который здесь справа, Чиппайн, очень похож на Берниер, Берниер, есть такой фиг, ладно, вот Чиппайн так же выглядит, очень круто, реально интересные тематические наборы, здесь написано, что там, вот этот Энни Аткинс, если я жму Activate All Fonts, так, вот, сразу мы можем видеть, что иконочка Creative Cloud вот у меня сверху получила стрелочки такие, и у меня тут, ну на втором мониторе сплое уведомление, что 9 шрифтов были активированы, сразу же это все появляется, можно отключить опять нахрен, промал приложение, убавил, 10 раз убавил, ну короче, вот, здесь внизу сразу видно, можно предпросмотр всех шрифтов посмотреть, свою строку какую-нибудь написать, Q, Web, Design, Forever, по-русски напишу LOL, и видно, что почти ни один из этих шрифтов на самом деле недоступен на русском. Не поддерживается, ну это как бы, это жизнь, это как бы обычно, если мы просто сейчас перейдем на BrowseFonds, на fonts.idob.com slash fonts, ну это жизнь, но жизнью это не назвать, так скажем, потому что, это точно, вот, а здесь есть уже непосредственно классические фильтры, фильтра из лайнеров, на которых можно выбирать языки, договора, на которых можно закрыть, да, можно Russian выбрать, и у нас сразу вместо 1600 шрифтов 170, 17 останется, как бы вот так, в жизни, повторюсь, не назвать, но если вы работаете, так сказать, обгор, то у вас все хорошо будет, более что, как бы, здесь все равно достаточно крутых шрифтов, которые доступны и на русском, в том числе, и мы, и мы, и ProximaSoft, я люблю, ProximaNovaSoft, которая уже именно с русским языком вышла, я напоминаю, помню, писал на почте Симонсону, автору, Марку Симонсону, спрашивал, блин, добавите когда-нибудь кириллицу в ProximaSoft? Что, кто-то использует вообще кириллицу? Ну, в смысле, кто-то... Что, реально кто-то использует? Я говорю, ну, как бы, вообще-то там, живой журнал, Facebook, они же используют ProximaNova, там есть русский. Он такой, блин, стопудово, ну, говорит, я когда-нибудь в софт тоже... Представляешь, он с дрыным сидел, он открывает, это топ Russian сайтс. Ну, ну, особенно Facebook, это стопудово топ Russian сайтс. Вот, ну, и LiveJournal, я так понимаю, у него тоже есть. Тоже топ Russian сайтс. И вот он выпустил ProximaSoft спустя, там, я не знаю, три года после того, как я ему написал. Вот, и здесь есть Russian, то есть он добавил все-таки. Это круто. Это тоже... Одна из причин, по которой я вот его шрифтами люблю пользоваться, у него есть Cockett, напоминаю, классический, который именно такой красивенький, там русского до сих пор нет, к сожалению. Ну, неважно, в общем, Adobe Fonts, он удобней в разы. То есть я когда на Typekit заходил, зеленый дизайн, если ты помнишь, ты тоже, наверное, помнишь. Конечно, конечно. Он лагал, он реально тормозил. Он такой, знаешь, как будто на электроне, извините, конечно, меня. Вот, согласен, ровно это ощущение и оставалось. Поэтому все круто, все работает, и теперь нет никаких ограничений. Ну, знаешь, хочется сразу вспомнить, помнишь, был Adobe Cooler? Да, который цвета мог там тебе подбирать. В какой-то момент они его переименовали в просто Adobe Colors. Вот тут теперь тоже был Typekit, какое-то такое аутентичное название, хоп, поглотил Adobe Fonts. Передное поглощение, но достаточно неплохое и оптимистичное. Работать стало удобнее. Жить стало лучше, жить стало веселее. Да, пока не могу ничего плохого про это сказать. Дальше у нас идут еще. Еще тем, пока Patreon еще ждет. А, ты еще, поджиня, рассказал все, да? Да, у меня же еще, у меня же там две ссылки, если ты в слайке посмотришь. Да-да-да-да, там же еще целая, целая хреновина. Ты там видосы смотрел, я напоминаю. Я причем так смотрел, что я даже не хочу сильно на этом останавливаться, просто потому, что это типичный Блиц, а мы уже час в эфире. Я думал, ты потому, что хочешь знания, не делиться ими, а сам себя оставить, чтобы никто не знал ничего. Я буду причем задавать сейчас вопросы нашим подписчикам. Нихрена. Что нового вышло? Во-первых, Photoshop CC новый вышел. Ну, как бы вообще весь Creative Cloud обновился. Теперь все, там Photoshop, Illustrator, там Premiere, получил 2019-ю версию, там много добавили. Знаешь, вот из-за того, что я уже сам на себе прочувствовал в Photoshop, вот раньше чтобы скейлить через Command-T какую-нибудь картинку, слой, любой бред, ты когда ее скейлил, ты мог ее хоть как искажать. Пропорции не учитывались. И надо было зажать Shift, чтобы он сохранял пропорции исходного, так сказать, слоя и увеличивал его, ну, пропорционально. То есть, чтобы ты не мог из квадрата сделать прямоугольник. Теперь это дефолтное. Теперь не надо жать Shift, а теперь наоборот надо жать Shift, чтобы искажать. Нихрена. Ну, то есть, вот такие мелкие штуки, которые... Кстати, кстати, раз ты адаби мужик, скажем так, то, короче, я не знаю, ты знал или нет, я видел, короче, то ли в новом Photoshop, в новом Photoshop, да, не в Lightroom, в новом Photoshop я видел, короче, ну, может он уже и не новый, может эта фича уже есть сто лет, а я сейчас тебе это говорю, и ты мне такой, лол, короче, там есть фича какая-то, одна из, что-то типа, знаешь, там открывается дополнительное окошечко в Photoshop, когда ты вот, допустим, фотку, что-нибудь с фоткой делаешь, дополнительное окошечко, это, и оно определяет, где на фотке, если сфоткан человек, условно говоря, хотя может он на животное определяет, короче, типа, где на фотке там, глаза, щеки, шея, короче, и ты можешь, прям, он тебе ползунки ставит, вот там, условно, айс, и ты такой, нихрена, и ползунок появляется, и ты можешь двигать, и, короче, у тебя глаза разъезжаются, съезжаются, там, короче, он нейросеткой, там, тебе досвидос анализирует и определяет это дерьмо, и ты можешь, короче, ну, в смысле, это немножко кривовато выглядит, конечно, но, тем не менее, двигается, лейтенси небольшая, я квас пил в этот момент, я думал, ты дольше будешь говорить, поэтому, как бы, мне пришлось сглотнуть очень быстро последнюю порцию, так сказать, я не видел этой фичи вообще, я не знаю, о чем ты, я не знаю, в каком редакторе ты увидел, я ни разу не видел, даже не слышу, что такое есть, чуваки, поясните мне в чате, где и как это включить вообще, да, да, вот, а мы возвращаемся, ты про Lightroom вспомнил, кстати, Lightroom CC, я тоже слил последний, это просто досвидос, как круто, там вот полные нейросетки, то есть там настолько автотон, автоконтраст и там авто все коррекции круто работают, то есть просто нажимаешь одну кнопку, и у тебя уже лучшее фотографии, да, 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 по крайней мере, у тебя та фотография, ты просто помнишь, что так и было, то есть если я их не знаю, от тех красок, которые были, что реально там супер багровый закат, или там, ну, ты засвечиваешь, и у тебя небо такое белесое, да, а тут ты жмешь кнопку, и у тебя и ты очень четкий, и небо у тебя становится глубокое, то есть он затемняет чуть-чуть, а все остальное не затемняет. короче, блин, вот это досвидос, новый Lightroom, это просто охотка, это можно сразу идти фотографом становиться, потому что тебе всего-то надо, чтобы у тебя руки уже не дрожали, ты нормально сфотографировал, а вся коррекция, она уже у тебя, скорее всего, будет в одну кнопку. Понятно, что если ты дохрена крутой, ты там еще будешь кривые дергать, там, корректировать, и так далее, ну, то есть, или опять же, ты там свои пресеты создашь, чтобы у тебя там вишенка, капелька падала, и так далее, ну, поблескивала где-то там, вот, но если просто именно ты хочешь получить фотографии, как они были, вот как, прям, вот бы, особенно, когда много света, когда это природа, это так круто получается, просто охренеть, я вот, я очень удовольствие получил, вот, но, кстати, почему-то про Lightroom CC здесь ничего не сказано, поэтому, видимо, это как бы, ну, само собой разумеется, может быть, это просто статья про именно Photoshop CC, то есть, и про всякие околофотошопные штуки, во-первых, во-вторых, как я уже сказал, на iPad вышел, Photoshop CC, превью уже есть сейчас, выйдет она чуть позже, так же, как Cloud Documents, целое облако, Adobe, ну, это на самом деле напрашивается, у них был бридж всегда, при Cloud Documents, то есть, опять же, ты там ноутбуки сохранил, пошел куда-нибудь, не знаю, в толчок или в метро поехал, пусть, выберите, что, чтобы вам ближе, взял iPad и продолжил там с этой же PSD-шкой работать, это на самом деле напрашивалось, если там это реально так круто, как это на видео показано, то прям балдеж, мне нравится, есть новые приложения, Dimensions CC, Dimensions уже была, первая версия, вышла вторая версия, и он уже shipping today, то есть, уже можно пощупать, это типа 3D Max, короче, то есть, там именно бабочек, можно 3D-шных всяких делать, и это 3D Max плюс Photoshop, то есть, там очень круто с текстурками работать, их можно изменять, то есть, ну, это такой, хочется сказать, 3D Max на стероидах, да, но, во-первых, 3D Max, наверное, тоже уже до свидос, что могёт, у меня как бы очень старые о нём знания и воспоминания, вот, но он именно, вот, ну, видно, что Adobe редактор 3D, короче, крутой, крутой, есть Aero, это для того, чтобы AR делать, это, короче, смесь фоток и Dimensions, ты делаешь фотку, потом 3D бабочек в них делаешь, короче, рендеришь такую сцену, как будто ты в комнате, ну, то есть, фотку комнаты, да, и ты как будто в этой комнате, и там такие бабочки, ты дают, или что-то, ну, короче, AR, то есть, ну, рендерить видосы в AR, ну, или там, прилы делать, я не знаю, там, какие-то сурсы получаются, куда это можно потом экспортировать, импортировать, вот, но можно делать, по крайней мере, видосы, ролики делать стопудово, вот, потом есть, это, кстати, тоже, пока только в превью версии, Gimini есть, Gimini, это то, что я нам в чатик скидывал, это именно прил, в котором красиво можно акварельно рисовать, это приложение, которое заточено именно под эскизы руками, там много инструментов, которые именно повторяют, мазки, там, кисти, такое. Ты имеешь в виду, теперь не надо просто на бумаге рисовать, можно сразу же брать планшет, iPad Pro, и у тебя будет, как будто ты на бумаге рисовал. Ну да, там, там реально круто, особенно с новым Apple Pencil, который не скатывается со стола, который суперточный, который примагнитивается, заряжается, это будет прям, вот именно, чистейший экспириенс. Уже не надо с собой брать мольберт тяжелый, две палитры красок грязных, которые ты в рюкзак себе весь заляпываешь еще, две опять же такие, знаешь, я когда раньше видел профессиональных художников, у них вот эти, именно даже акварельки, у них, ну такая большая, большой контейнер для них, и эти акварельки, они в квадратиках такие, их можно было переставлять. То есть, не такой, знаешь, как обычная палетка, ты ее покупаешь, и там у тебя прямо в пластмасске уже залиты эти краски, и пластмасска, это один поддон, такой, как лед в морозилку, ну понимаешь, такая пластинка с углублениями, а у профессиональных, у них они вытаскивающиеся. Нихрена, и чтобы, типа, более по приоритету? Да, ну чтобы ты, во-первых, мог выставлять, во-вторых, у тебя, допустим, есть три палетки, в одном у тебя все синие оттенки, ты намешал, там, налил, залил, в другой красный, в третий желтый, и иногда, допустим, ты себе просто красный не берешь, и пошел рисовать, я не знаю, психодел, фиолетово-желтый, только там те две, ну и как бы ты можешь ее кастомизировать постоянно. Вот, вот чтобы вот это все не таскать, можно iPad теперь просто с собой взять, поставить туда геймини, и выйти в парк мост рисовать. Все как всегда, короче. Нормально, нормально. Вот, здесь много маркетинговых видосов, именно как они на iPad'ах в фотошопе все делают, ну и там они делают классические вещи, маски накладывают, и наски добавляют, подсвечивания всякие. Как говорит мой батя, краски, мандаски ты имеешь? Именно, именно. Причем, смотри, здесь два скриншота, тут такая картинка, опять же, психоделическая, как ребеночек на кровати, видимо, подпрыгивает, тут все у него подлетает, видишь, да, где это, и дверь так открывается в пустоту. Вот. И первый, это десктопный скриншот, а второй на iPad'е. И скриншот на iPad'е все равно как скетч выглядит. Ну, то есть, ну да, да. у него именно нативные используются элементы, айосные. И они все равно чуть-чуть не выглядят как Photoshop, выглядят все равно как скетч. Они именно, да, видно, что Apple. Да, да, именно как нативные приложения, то есть, вот даже, опять же, вот есть Electron, условный GitKragen, а есть Tower, именно нативное приложение для Mac, но она как бы тоже мультиплатформенная, но она использует нативные элементы. Вот. И там оно даже темный режим ловит, вот это все, то есть, ну, есть как бы плюсы использования нативок по сравнению с Electron'ом, вполне очевидные. Вот, но минус в том, что оно все примерно одинаково выглядит. Это, знаешь, как все равно, что под винду все приложения бы выглядели как вот этот проводник ленточный интерфейс, ну и как Word условный там и так далее. То есть, вот тут примерно то же самое. Ну, а так в целом, я, конечно, очень оптимистично на это смотрю. Ну, как бы я, я, конечно, не пользователь iPad'а, но мне почему-то кажется, что те, кто им пользуется и кто пользуется все еще Photoshop'ом, наверное, все там, в основном чуваки уже перешли на Sketch, на Figma, еще куда-то, на Procreate, на iPad'е был Procreate. Может быть, те, кто пользуется Procreate'ом, сейчас вздохнут, наконец-то в Photoshop добавили, я не знаю. Ну вот мы смотрели BlizzCon, там все левел-дизайнеры по-прежнему в Photoshop'е тоже делают. Точнее, дизайнеры там текстур и приложений, и они реально они в Photoshop'е, и они там такие сидят с таким видом, как будто они сейчас атомный взрыв устроят, ну то, что все серьезно, типа. То есть, все еще есть места, где используется Photoshop. Вот посмотри там скрины, где Project Degi Mini, там яблочко такое нарисовано, красивенькое, ну типа мазками. То есть, тут круто. Я вот, мне нравятся такие. Так я не понимаю, это все отдельно, это все за бабло? Нихрена, ты вопросы задал. Это все работает, если у тебя Creative Cloud подписка есть. Понимаешь? То есть, оно же так работает в жизни, в Adobe'е. Ты просто полтора косаря платишь. Оно так в жизни работает. Платишь бабки фулл прайс и все вот это говно, которое никто не пользуется. Играешься одну секундочку. Геймини, хренини там. Ну вот это, кстати, мы вплотную подошли именно к тому, что я бы хотел спросить у людей. То есть, у Adobe'е, у них уже были Photoshop Sketch, это именно мобильный Photoshop. Билл иллюстратор Draw, это мобильный иллюстратор. Насколько этим до этого вообще кто-то пользовался на iPad'ах? Насколько это просто не игрушечные приложения, а реально профессиональные штуки какие-то? И насколько теперь вы ожидаете вот от этих новых продуктов, что все-таки это будет профессиональный сегмент? И вот как бы да. Поэтому, вот такие у меня вопросы к нашей аудитории. Пусть они поездки в воздухе еще останутся. У вас, Никита, в компании дизайнеры кто-то там на iPad'ах работает? И как это происходит? На iPad'ах точно нет. Нет, они Photoshop, Sketch, хренеч, то есть там Default очень стандартный стэк, скажем так, у девочек, мальчиков, так что как бы... Опять же мальчика у них не назвать. Ладно, все, мы идем дальше. Да, в общем, гемини. Ладно, погнали дальше. Следующая тема, нам ее предложил Пушкин. Нам ее предложил Пушкин с Medium'а. Тема с Medium'а и тема такая, знаешь, ЖИЗА практически. Даже не то чтобы ЖИЗА, а именно философская. То есть у нас есть темы, которые вот, например, дизайнерские практически, как наркотики. То есть прошлая тема, например, про АДАБИ. У нас есть темы про разработку. Вот это у нас есть вот жизненная тема, ЖИЗА. Здесь, короче, ЖИЗА с Medium'а Джессика Валенти или Вэленти. Красивое имя. В общем-то Валенти даже думал. Возможно Валенти. Это какой-то Джеймс Бонд уже. Джессика Валенти. Вот. Да, и короче, значит, она пишет небольшой пост такой. У нас же тем более Блиц. Блицуха. Короче, небольшой пост на тему один кусочек, один кусочек совета молодой женщине, которая нуждается. Вот так я буду уже переводить. Один кусочек совета молодой женщины, нуждающейся. Да на самом деле такая тема про то, что вообще, когда... Вообще, это относится вот ко всему. Это относится в смысле не ко всему, это относится не только к женщинам, условно говоря, но и к мужикам, которые выбирают женщин, скажем так. Ну вообще, короче, относится ко всем. Подожди, у нас тема про отношения сейчас на полном серьезе будет. Практически на полном серьезе тема про отношения. Ну там как бы не совсем про отношения, но тем не менее. Это как бы красной нитью, радужной нитью. Короче, значит, типа здесь вообще главная мысль написана в описании. Не женитесь на том человеке, который, соответственно, серьезно не воспринимает вашу карьеру. Ну вашу работу, вашу занятость, ваше увлечение, по сути. Вообще, ну если в большом таком плане рассматривать, то вообще ваши вот интересы, увлечения и ваше, ну, хобби, но здесь конкретно именно карьера, то есть работу, такой большой, большой пласт, скажем так, вас. Ну ты видишь, из-за того, что это феминистская статья, тут, конечно, и про карьеру из-за этого. То есть тут у них-то на болевшем, так сказать. Там же написано, что авторка, авторка, а она именно авторка, она, типа, известная феминистка, как бы борцуха за права женщух. Ну, тем не менее, написано достаточно круто, написано достаточно круто, и я прям вот когда прочитал, я прям проникся до свидоса. Короче, она пишет, что, она пишет то, что, короче, типа, многие чуваки, многие и чуваки, и дамы выбирают, как бы так, спустя рукава, они смотрят, чувак, как бы, типа, не важно, как он относится к моей карьере, типа, просто мы же, типа, встречаемся, круть, классно, все, там, женимся и так далее. Ну, а на самом деле, по результатам, типа, вообще, вот исследования, и в принципе, вот когда какие-то есть опросы, вот, про такую тему, то, короче, в основном мужики пишут, да, типа, я считаю, что моя карьера, это главное, короче, типа, ну, в нашей паре, то есть, типа, похрен на карьеру женщин, да, а женщины пишут, наоборот, типа, я хочу, чтобы мужчина, как бы, прислушивался, ну, то есть, полностью моя карьера, соответственно, была одинакова с карьерой мужика. А подожди, а что значит одинаково? Что значит не уважать карьеру? Вот, конкретно, да, я объясняю, короче, вот, допустим, есть какие-то обязательства, которые надо, чтобы человек, вот, допустим, условно, пример, есть обязательство ребенок, этот ребенок, например, забудем вообще, что есть такая тема декрет, мы вообще это не берем, то есть, это вообще тонкая тема, там, кто пойдет в декрет из вас двоих, и так далее, это, допустим, мы не берем, просто есть, допустим, ребенок, условно говоря, он часто болеет, например, опять же, Это просто кейс Если, короче, допустим, условно говоря, мужчина или женщина сидит с этим ребенком То условно их карьера и работа начинают идти по одному месту Потому что, соответственно, много времени уделяется чему-либо Например, ребенку болеющему, как вариант Соответственно, короче, ну это идет в ущерб вообще всему карьере И, чувак, вот, допустим, условный ты, да, не получаешь должного условного счастья Как ты бы, если бы хрен начал на, не знаю, на какой-то суперработе Которая бы тебя суперудовлетворяла И, соответственно, ты кушкаешь говно тем самым То есть ты сейчас даже не берешь, что меня уволят из-за того, что я на больничке сижу Не берешь, ты просто не реализуешься Ну я понял, да-да-да Да-да, то есть это просто один из кейсов То есть здесь рассматривается то, что, условно говоря, у тебя passion То есть у женщины passion, у мужчины passion, условно, она, допустим, суперхудожник охреневший Она сидит дома, у тебя дома ребенок, сам ты в офисе Ну, как бы, окей Типа она, соответственно, какое-то время тратит с ребенком Ее passion, соответственно, в сторону отходит И из-за этого, короче, ну вот такое вот говно И из-за этого она не реализуется И, в общем, ну, короче, супернеприятная ситуация получается И ей хреново, как бы, и всем ребенку хреново, и тебе хреново, короче, вот, в общем, все Соответственно, если ты, тем более, приходишь такой, типа, с работы, такой, да ты че, ты же дома сидел Вот так вот, начинаешь говорить по мужикам Вот, то, соответственно, это уже будет всем неприятно, естественно И, типа, вот здесь конкретно у нас автор призывает, что, типа Если вот вы выбираете уже партнера То чтобы этот партнер полностью, типа, вот если он уважает ваши интересы в Корее То он должен полностью, типа, поддерживать вас И, условно, если сегодня я с ребенком, завтра ты с ребенком Сегодня то, все, и тогда, типа, полностью ваша карьера сбалансирована, одинаково Существует хреново, скажем так Ну или существует хорошо, наоборот, там, типа Смотря как вы устроите, опять же, там, ваш тайм-менеджмент, скажем так Вот, собственно, об этом статья абсолютно Я сейчас сказал за три хреново Ну, у нее, на самом деле, здесь немного, но вот идея такая Вот, Джессика Валентина, напоминаю Валентина по тебе По мне Валентина У нее по-стальному ковалентная связь полярная, поэтому Между ионами Да, я к чему, я к чему все Вообще, в чем прикольчик даже статьи В том, что самый главный постулат Когда ты пытаешься мэри Но вообще не обязательно мэри Просто даже встречаться, да, с чуваком Или с чувихой То, соответственно, ты должен Вот, что хочешь Если тебе нравится То, вот, должен уважать, короче Вот, именно такие аспекты, как карьера, например Ну, а, соответственно, вообще все получается То есть, если, короче, уважаешь карьеру Ну, соответственно, надо что-то делать ради этого Вот такая, примерно, идея Я не знаю, с какой ты сутью брал эту статью Но вот я вот так вот здесь Как бы Слушай, есть микрошанс Это кто? Это нам кто-то предложил? Пушкин, напоминаю Да, Пушкин Я думал, что мы что-нибудь просто поржем Про феминисток там и туда Но ты про Никси, напоминаю Поэтому И мне вообще супер Я говорю, круть Круть, вот Это еще платная статья на медиуме То есть, грубо говоря А как мы доступились до нее? Ну, в смысле У нас же там три темы в день Или три темы в неделю Можно смотреть И вот это первая платная Которую я посмотрел, например Я не знаю, может, у тебя это третья уже? Может, ты там две другие какие-нибудь Я должен был тебе сказать Слушай, Саня, дашь аккаунт? Я просто что-то не могу посмотреть А я уже все посмотрел Саня, лимит весь посмотрел Или наоборот Ты должен сказать Так как бы у меня оплачено просто Я такие и читаю Я уже сто тем таки прочитал Я, честно, не знаю Как это комментировать Но в смысле, что Очевидно же, что, допустим У кого-то там художник назвал, да? Ну, допустим А кто твоя лирическая героиня? По-моему, художник Допустим, художник, да Она же все равно зарабатывает, допустим Меньше денег, да? Чем условный брокер какой-нибудь Или троидер Да, но, понимаешь же Тут же не в деньгах счастье Напоминаю Нет, счастье-то, может, и не в них Но если ребенок болеет чем-нибудь плохим То как бы лучше, чтобы просадки по деньгам были меньше Условно Ну, это сейчас супер тонкий кейс, знаешь А, допустим, он Ну, условно, у тебя не деньги В смысле, у тебя не болезнь, которая заключается в бабках У тебя там болезнь, в которой просто надо сидеть Условно говоря Ну, это не болезнь Это вот ты сделал что-нибудь И потом сидеть надо Как бы, ну, бывает Ну, это тоже хорошо Три года на пятерочку можно уехать Это я понимаю, да Тут как бы с этой карьерой тоже надо уезжать Я понимаю Если любишь, как бы, тут все хорошо Надо ждать Вот Да, это тоже хорошо Я-то даже не об этом Я имею в виду, что Сам факт того, что Ну, как это Ну, я не знаю Я просто Ну, я не понимаю, как это может быть равносильно В плане Ну, смотри, равносильно так Типа, окей Ты зарабатываешь там Условную сумму Которая станет чуть меньше Из-за того, что ты В эти дни там Посидишь с ребенком Условно, да А Там, типа Условная женщина У которой, типа, карьера художника Которая, типа, меньше зарабатывает Но она, соответственно, не реализуется Соответственно, будет несчастна Соответственно Это тут даже не в бабле дело, понимаешь То есть тут Дело в том, что просто Какой-то челик не будет заниматься работой То есть, как бы Ну, типа Ты понимаешь Тут даже не Тут не про бабло Как бы Ну, это понятно Тем более, что тут, наверное, даже и не было Про детей там Ну, нет, я вижу, конечно Нет, про детей было Я Я, как бы, чуть-чуть оттуда брал Это скользко Это реально скользко И я почему-то как-то не успел За то время, когда ты это все объяснял Сформулировать именно четко С чем я там согласен или не согласен Вот Поэтому Ну, окей Пусть, пусть, пусть так будет Интересно, кто-нибудь Как-нибудь это вообще Про рекламировать или нет Просто обрати внимание Это на Под медиуме Equality То есть Так Ну, как бы Правнозначность То есть это даже Феминистический медиум Такой, так скажем И мы оттуда Несколько разобрались Ну, вот, смотри В заголовке Я вижу Equality И там Slash topic Slash equality Если на него навести Как Как эта тема ко мне А, Пушкин Напоминаю Предложил Пушкин как-то Втерся ко мне в доверие Я даже Сам не понял Не, но тем не менее Тема Тема достаточно спорная Но классная То есть Как бы Я вот прям Грюжу Я про Никсон Мне теперь интересно А его-то мнение Какое Самого Пушкина Почему он Не знаю Он Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-V Ну, как-то надо Ctrl-C Ц Ровать Еще Я предлагаю Ввести правило Не рассматривать темки Тех людей Которые свой ответ По КВН Еще не заготовили Потому что Иначе То есть Ты сейчас будешь То есть Ты сейчас будешь Именно урезать Темки Да Их как бы И так уже нет По 7 темах Всего предлагают Но Реально То есть Как-то мне Теперь хочется понять Он-то что Хотел этим сказать Типа Вау Круто Супер Или Раз предложил Я делаю вывод Раз он предложил темку Значит Вау Супер Ну или А вдруг он Именно как там Типа Вау Фриковая темка Поржите Ну не знаю Ну тут видишь Если предложил Значит Как бы Что-то Сподвигло Значит Наболевшая Сейчас мы подпишем его Что это его Ужимают Что это он Не реализуется Короче говоря И он женщина Что он Пушкин Что он на самом деле Пушкин Ну в общем Да Да Окей Дальше у нас Смарт 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 Нет Круче Патреон А патреон Это не просто Лучший способ Нас поддержать Это еще и куча наград Патреон.com Слышь Юэпдизайн Напоминаю вам Что это место Где исполняются ваши мечты Вы можете занести нам денег Взамен получить кучу наград Начиная от того Что вы получаете Подкаст на день раньше Заканчивая тем Что можете в нем Поучаствовать Вместе с нами По скайпу Поучаствовать В нашем закрытом Патроновском чатике И так далее И тому подобное Даже стикеры На халяву получить Это тоже Немаловажная хреновина Ради которой Люди готовы В принципе Даже нам заносить Я вот не далее Чем сегодня Ходил очередной стикер На почту Отправлял Нихрена Практически Уже каждый день Их отправляешь Ну слушай А я же перевел У нас теперь Юэпдизайн Не как раньше Чуваки подписываются И у них только Первого ноября Ой ноября Ну то есть Первого числа Следующего месяца Списывают бабки Теперь у нас сразу Хочешь зайти Сразу Будь добр За первый месяц Заплати Причем Если ты платишь Словного Там 20 октября То ты за 10 дней Всего платишь Полную сумму А потом С первого ноября Еще сразу Новую закидываешь То есть Теперь в конце месяца Подписываться Как бы не очень выгодно Вот Но вы этого не слышали И я теперь Стараюсь отправлять Как бы по мере Как вот Кто-то новый Подписался Кто-то новый Зашел Ну я сразу Там в течение Несколько дней Иду И ему отправляю Тоже уже Раньше Это делалось Скопом В начале месяца И было Я не скрою Удобней Вот Но теперь Зато мы бабки Более быстро Получаем С людей Ну это Нормальная тема Да Согласен Вот да Ну короче говоря Вы можете Нас здесь поддерживать Всячески Это круто Это здорово У нас есть Гоулз Это те цели Которые мы Вместе с вами Достигаем То есть Они разные Начиная от возвращения Рубрики там Обзоров И заканчивая тем Что мы там Записываем Какие-то скетчи Для вас Ролики И так далее Поэтому Patreon.com Сложки веб-дизайн Становитесь Спонсором Нашего канала И влияйте На то Что здесь происходит Это Да Так Следующая тема Это Между прочим Твоя И мне Причем Интересно Про нее Послушать Потому что Я вижу Одно Знакомое Название Netflix Это Насколько Я помню Тоже Тема Из Патроновского Чатика Поэтому Я постараюсь С уважением С уважением Отнестись Хотя Какая-то Хренотень Так вот Мужчинам Жестокие Сцены Женщинам Образы Сильных Героин Как Netflix Адаптирует Сериалы Под Разная Аудитория Короче Статья С Вайсера И Оказывается Оказывается Я-то сам Не пользователь Netflix Хотя Там Есть Русские Уже давно Есть Русские Обсуждали Что Netflix Теперь Официально В России Лучше Я правда Опять же Не знаю В России Да Спотифай Да Спотифай Кстати Опять же Проехал Мимо нас Ты же Слышал Да Недавно Что Они снова Расширили На Некое Количество Стран Но уже На самые Заброшенные И все еще До нас Не дошли Если мне Не изменяет Память Или паранойя То по-моему На Украину Даже его уже Завезли А у нас Еще нет Ну нет Это Окей Это Европа Но просто Суть не в этом Суть в том Что Суть в том Что Короче Там уже Практически Все покрыто Знаешь И только Россия Не покрыта Как кобыла Понимаешь Спотифаем Твоим Любимым А он и не Мой любимый Понимаешь Я как бы Просто Ну Нам писали Тут недавно Чуваки Добавьте Подкасты В спотифай И я Неоднократно Захожу туда В доку И что-то там Как-то сложно Там надо Именно Хостить Подкаст У кого-то Из подтвержденных Спотифаем Подкаст Провайдеров Ну короче Там жопа Там именно Ну неприятно Туда добавлять И там можно Как-то хоститься Ну где ты хочешь Но тогда Надо какой-то Формат Ну в общем Ужас Именно ужас Ладно Неважно Не будем сейчас Про спотифай Нетфлис Ты когда туда заходишь И грубо говоря Ну там Смотришь список Каких-то там Фильмов Или сериалов Вот этот вот Сам Нейл То есть заглушечка То есть картиночка Конкретного сериала Она у всех Оказывается разная Обложечка Да То есть не то что Которую там Продюсеры выверили И там Правки 168 Нихрена Кручь Она подстраивается В зависимости от того Чего ты смотришь Нихрена Погоди Стой секундочку Последний вопрос К аудитории Которые уже наверное Не слушают подкаст Ну просто интересно Там Типа Окей в России А там Челок Кто переводит Кто озвучивает Кто что делает Или никто ничего делает Просто на английском Смотришь и круть тебя Нет Там есть русский То есть например Даже элементы У нее любимые Они какие-то закупают Я не готов тебе ответить Срутрекера сказать Ну просто как бы Я ничего конечно Но просто интересно Кто озвучивает Конкретно Наверное Они с кем-то Запартнерились Может быть даже И с Lost Film Ну то есть Серьезно Почему бы и нет Это все-таки Как бы ну Деньги Я думаю Что с кем-то Запартнерились Я сомневаюсь Что они русскую студию Специально для этого Открыли Просто мне Один из наших Патронов Говорил что Есть официальный перевод Элементарий в Нетфликсе Вот Нифига Я не знаю Какое это То есть ну Насколько я помню Первый сезон Выходил на первом канале По бреду Ну то есть Если чинно благородно Прям есть смысл Скоро будет оплачивать Дерьмой И балдеть Прям сериалы смотреть Ну если хочешь Я просто Мне интересно Насколько там все Вот там должно быть Много чего Потому что это ж Нетфликс Типа Но насколько переведено Это уже другой вопрос Я не про переведено Я например Вот если рассматривать Конкурентов Нетфликса На российском пространстве Например Иви А медиатека Какая Ну допустим Иви Иви у меня сейчас оплачен Поэтому я могу Так сказать Об этом судить Там есть три типа контента Первый контент Это фри контент Он всем доступен Например там Бриллиантовая рука Условная Она доступна Которую на ютубе Можно посмотреть Ну в том числе Да Второй тип контента Это Иви плюс То есть это по подписке Ты оплачиваешь подписку Ивевскую И смотришь Это достаточно обширный Тип контента Вот То есть там какие-нибудь Российские сериалы Да не только российские Неважно Всякие сериалы Типа Лост Что-то такое Это там есть Там я не знаю Фильмы классические Типа там Доктор Дулитл Там тоже они есть По Иви подписке Так Есть третий тип контента Это покупка То есть это даже Если у тебя есть подписка Все равно Именно эти фильмы Надо покупать отдельно Там за какие-то 100 рублей И там что? И там типа премьеры Фильмов Каких Слушай не только Например фильм Бриллиантовый полицейский С Мартином Лоуренсом 99-го года Он только за покупку Его нельзя посмотреть Подпиской даже Какая-то это видимо Супер Универсал Тема И у Айтюнса Почему-то тоже Нету никакой подписки На сериалы и фильмы Там их тоже Только по одному Покупать Либо брать в аренду Есть вариант Что в Нетфликсе Только Нетфликс Вот только то Что делает Нетфликс Скорее всего Вот может быть Ну просто Элементарий Не делает Нетфликс Тогда там все Тогда там все Тогда там все Ну я не знаю Не знаю Надо смотреть Надо знатоков Кто реально проплатил Кто балдеет на Нетфликсе То есть это как HBO наверное Можно все смотреть А HBO тоже все Или HBO Это все-таки только HBO Или Да хрен его знает Вот честно Это надо Чуваков Которые оплачивают Видишь Мы к сожалению С тобой Иви И руснянские чуваки Не знаем Вот этих модных Тем Ну вот да Узнать бы Пишите там в комментариях Че кого А мы собственно К сути Так вот Алгоритм Нетфликс Таков Что если допустим Ты смотришь Ужасы Ну например Ужасы Ты смотришь мелодрамы Так То обложки Других фильмов Тебе подстраивают Под твои вкусы И допустим Ты смотришь Ужасы И потом Хочешь посмотреть Словно Мама Мия Мюзикл Там все равно Страшный дерьмо Тебе подберут Тебе подберут Именно тот кадр В котором Или кто-нибудь Орет Или кто-нибудь Скалится Он как бы Может быть Один на весь фильм Такой Ну как бы Ужасно неприятный Но тебе подберут Именно его Потому что Грубо говоря Ты тот чувак Который Смотрит ужасы Ну и нейронка Она под тебя Вот это подстраивает Блин Ну во-первых Это гениально А во-вторых Насколько это Немного нечестно По отношению К зрителям То есть получается Это же как бы Это Замануха Ты же Когда жмешь Там не сразу Плеится Там наверное Сначала Описание показывается Хотя мы опять же Не покупаем Не оплачиваем Не знаю как там Вот Но мне кажется Там есть какой-то Еще барьер В котором ты переходишь Там все равно написано Что рейтинг 6 плюс Мюзикл И ня-ня-ня И мимими Вот Но не важно Здесь просто Конкретные примеры Достаточно забавные То есть вот есть Фильм The Forest Не фильм Сериал И тут-то еще в чем Тут суть в том Что у мужиков И женщин По дефолту Разные алгоритмы И мужикам показывают Там голые тела А у женщин Хоп Просто собакульку Вот То есть там гения Опять же Да Сидят Кроме очевидного Типа голые тела Тут есть такое Что мужики Такое Они любят Насилие В сторону женщин И то есть Если в фильме Есть кадр Где женщину бьют Или что-нибудь Замахиваются на него То вот этот кадр Ставят По дефолту У мужиков А у женщин По дефолту Ставят кадр Где какие-нибудь Сильные женщины Там знаешь У женщины коп Стоит И это может быть Какой-нибудь просто Практически коп Первый коп справа Который в фильме Не имеет никакого значения Но это все равно Ставят Потому что женщины Типа больше заходят Там где персонажи Сильные Независимые женщины Ну и тут опять же Есть crazy head Какой-то На женщине Там две тетки Такие серьезные Крутую парочку Это сильные женщины Способны надрать задницу На самом деле Ничего такого Сильно крутого Я в них не вижу Но допустим Вот А на аккаунте Мужчины В ужасе Окровавленные В лесу То есть вот Секс-хищника Что-то Ору С описания Нажми И узнай Потом дальше Глич Изображение На аккаунте Женщины Милая женщина Купается в пруду Может она почувствовала Тайну в воздухе Ня-ня-ня Мимими На аккаунте Мужчины Уже тут драгонейдж Какой-то Языки пламени Кровь во все стороны Испуганная женщина С кровью на лице Что с ней случилось То есть как бы Ну да Здесь я не знаю Что еще тут Интересного Показать Ну тут опять же Он там В майках все То есть это опять же Он на аккаунте Женщины Красивая мужская спина На аккаунте Мужчины Там опять Пугаются Боятся Там кого-то Притерп Прислоняют Куда-то И так далее То есть ну Забавно Забавно Нетфликс гений Конечно Мне просто интересно Насколько это Автоматизировано То есть ну Реально интересно Вот А еще что я хотел Отдельно сказать Здесь смотри Есть Во-первых Третье Это хроники Шаннары Я тебе кажется Уже тысячу раз говорил Но еще раз скажу Что Шаннара Это на самом деле Книги Которая еще Первая книга В 77-м вышла Просто Меч Шаннары Она в оригинале Называлась Это автор Сейчас скажу Кто Терри Брукс Вот Практически Терри Пратчет Только Терри Брукс И тут официально Написано Что типа Это Ну тут Книга Рассказывает О Ши Омсфорде Последнем потомке рода В поисках Меча Шаннары Раскрывающего истину Роман является Подражанием трилогии Джона Рона Вальдерруял Толкия Властелин колец Воу-воу-воу-воу Причем С 77-го года То есть это Старое подражание Вот И я вообще Откуда знаю Одним Еще Наверное Вот первый диск Мой был Варкрафт 2 Я уже рассказывал В этом подкасте Именно игра Второй Это был Меч Шаннары То есть была Такая оригинальный Квест В конце 90-х Интересно Даже вообще Какого года С Форд оф Шаннара Игр Гейм Я сейчас напишу Ну-ка Давай Так Книга 77-й Игра 95-го года То есть это Очень старая игра Вот И она мне очень нравилась Ее проходилось Очень крутой Квест Он еще Досовский Ну хотя он И на 95-ю Винду тоже идет Декабрь 95-го года У меня он прям На диске был И все еще есть Я сохранил этот диск Так сказать Тоже как память Просто Вот Я к чему К тому что Была Нетфликс адаптация Ну то есть там уже 100 книг написали В том числе Последние Там уже в 2000-х Вот Ну видимо Автор тот же То есть Терри Брукс Все еще пишет Непонятно зачем Ну хотя там Действия Спустя 20 лет После событий Там оригинальные Шаннары Там возможно В Сосуха уже Ну согласен Скорее всего В Сосуха В общем Нетфликс адаптацию Закрыли на втором сезоне Хотя изначально Закупили 3 Видимо настолько В Сосуха Что даже сериал Никто не смотрел Понятно Понятно Окей Познавательная минутка Сейчас была На самом деле Просто есть вариант Что они на самом деле Генерируют Несколько обложек Ну даже Даже если это Нейросеть делает Просто они Несколько обложек Для разной аудитории Генерируют И как бы там Ну знаешь Она не то что меняется Каждую секунду Нет Она не каждую Понятно что их несколько Просто тут То есть условно Есть 10 обложек На каждый Сериал То есть это Я думаю что Немного Норм Под разные там Под мужиков Под женщин Под старых Под молодых Под таких Под таких Под таких Просто тут еще Интересно Во-первых Они под тех людей Которые плохо видят Они различают Цвета Делают ли обложки Или нет Ладно Так Из разряда шуток А второе Тут написано Что по Версии издания Cracked По их информации Нетфликс делит Пользователей Не как ты сказал На 6 категорий А на 27 тысяч Категорий Всего-то Ну тогда да Тогда надо 27 тысяч кадров Разных Ну это тогда Вообще Круть И как Как вот это все Реализовано Мне интересно Интересно Какие тут Комментарии Сейчас будут Что тут пишут Вот смотри Иногда Вот Если допустим Зальешь видос На ютуб Он Ютуб сам понимает Где лица Короче Ну лица Допустим Не сложно Определить Среди видоса Среди куска видоса Да Но ютуб Он всегда Обложку тебе предлагает Яркую Классную С мордами Например Если ты морды Ну если ты заливаешь Где-то где были морды Он именно этот кадр Поставит на обложку Типа он классный Яркий Тут тоже в принципе Морды может определять Но тут еще не только морды Надо определять Тут много чего надо определять Что в майках Что Да Да Но 27 тысяч Это как-то Руками не отобрать такое Это Вот именно Это сто пудов Что-то автоматика какая-то Ну и тут Написано что Они еще анализируют Любимых актеров То есть если вы смотрели Карточный домик То на заставке К фильму 7 У вас будет Кевин Спейси Причем они естественно Сам Нетфликс У себя на медиуме Еще год назад Про этот алгоритм писали Что извините Мы Кевина Спейси Случайно показываем Мы не хотели Его по идее Это не надо уже показывать Бы Это точно Уже как бы да Ну все Что можно дальше идти Давай Тема про то Что ночью Посреди ночи Чуваку Позвонили из АНБ И попросили исходники Я вообще забыл Что АНБ Это вообще-то не британское Это Как слушай Британское называется разведка Хотя почему здесь разведка АНБ Это вообще Агентство национальной безопасности Я думал Знаешь Это английская Национальная безопасность Я думал Но я вспомнил Что это американская тема АНБ Это НСА в оригинале Оно звучит И это именно то Которую Сноуден разоблачал Это внутренняя хреновина Вот В общем Рассказ Английский называется МИ-6 Но МИ-6 Это внешняя разведка А внутренняя Мне кажется Какая-то другая Хотя может быть У англичан И нет уделения На внешнюю и внутреннюю разведку Не знаю Вдруг у них внутренняя Нет разведки Знаешь Ну это смешно Конечно Короче говоря Здесь начинается Рассказ с того Что чувак просто Не представляется Кто он такой А просто говорит Вот я Типа поехал В отпуск Сижу у своего братана Где-то там В середине Америки Практически В Коннектикуте И говорит Балдею Ничего такого И уже ночь Практически спать ложусь И хоп Звонок Брат мне трубку передает То есть даже не то Что ему на трубу позвонили А брату позвонили На трубу Чуть ли не на домашнюю И он передает Ему трубку И говорит Вот типа тебя Тут такой Так так А как меня Если никто не знает Что я вообще Вот никто не знает Я просто поехал Условно говоря К родителям К брату Короче В другой штат Побалдеть в отпуске Значит мне звонят И представляется Чувак Дэйв Именно Дэйв Типа говорит Я вот Здравствуйте Я из национальной безопасности И он говорит еще Это вопрос национальной безопасности Сразу он говорит И говорит Чтобы проверить Что я в натуре Из национальной безопасности Говорит Дэйв Вы Говорит Должны Прямо сейчас Сделать то Что я скажу Короче И Говорит Берите ручку И записывайте И он Короче Дает ему На туру ручку В смысле Ну не дает ему ручку Он берет ручку Короче И начинает в натуре Записывать То что Чувак Диктует ему Какие номера Тот должен Набирать На телефоне И на какие Короче Что говорить Чтобы попасть На этого Дэйва Снова Короче А этот Дэйв Немного Немало В Бесезде Находится Ну не в смысле В компании Которая Делает Замечательные игры Вот Такие как Fallout 76 Да Я тоже Хочу сказать Вот Именно та самая Которая В штате Мэриленд Сидят Морская база Они там практически Под водой сидят Только достали Вот эти хрени Знаешь Как у Перископа Да-да-да И смотрят Глазом Короче Вот такой чувак Значит И говорит Звоните туда-туда В справку Практически Говорите То-то-то Потом Следующая Тебя туда кидает Следующая туда И попадайте На меня Значит Практически Несколько этих Говорит Если у вас Не получится Я вам Перезваниваю Через 10 минут Мы вас Снова Разбираемся С нами Что у вас Не получилось То есть Практически Как поддержка Вот такой Ну тут охренел Во-первых Чувак Очень убедительно Это говорил Тем более Ни один чувак Который Не будет Ну заниматься Какими-нибудь Знаешь Там Тима Вымогательством Ничем-нибудь Вот делать Такую проверку Он короче Доверился ему На Дэйва То есть Вот теми самыми Путями Короче Все Ну все Дэйв берет трубку Говорит Ну все Чувак Такая тема Значит Я из АНБ И у нас Такая тема Ты говорит Разработчик Такой Программы Шифрования Safe House Она называется И Оказалось Да Это чувак Реально Ну просто Программер Который делает Как знаешь Я не знаю Как Kipass Программа Или Mac Pass Я не знаю Короче Программа Которая шифрует файлы То Safe House Она называется И ей пользуются Не только Просто обычные чуваки То есть Физические лица Но и вообще Компании Большие компании То есть Корпорации Практически Пользуются его То есть Он не хрен собачий Он все-таки Чувак Который делает Крутое ПО Скажем так Но он На ту и не предполагал Что ему могут Чуваки из АНБ Позвонить Он говорит Вот короче Слушай Ты значит Сделал Safe House Тут такая тема Я ничего Объяснять не могу Но Нам короче Нужно Чтобы ты помог Расшифровать файл Типа В лес Тут Ну как бы Тихрена себе Задумался Что реально Типа практически От этого жизни Зависит Я говорит Это как себе представил Я говорю Да базар нет Чуваки Safe House Только так У меня все есть Исходники есть Только я говорю Сейчас на отдыхе Я могу только цинкануть Чувакам С которыми я работаю Типа И они в другом штате Они вам исходники Скинут практически Если вам это поможет Это такой чувак Грит Ну в принципе Грит Только мне Грит Надо знать Опять же Ну разработчик Safe House Грит Только мне надо знать Что это за версия У чувака Которую вы хотите Расшифровать Какой Safe House Чтобы я понимал Что что скидывать Чувак Ну я вообще много Грит Не могу Он все мялся Мялся Он короче Ничего не мог Ему говорить Типа Это видимо У них так прописано В директиве Как общаться С гражданскими Короче Он ничего ему Не мог говорить И такой говорит Максим говорит Я что могу Я у него выпытал Что говорит У него Вообще У Safe House Есть две версии Есть Шароварная А есть Платная И короче Этот чувак Террорист Пользовался Шароварной Версией Которая взламывается Легким шифрованием То есть у него В сильной Версии Там супер шифрование Досвидосное Которое именно Хрен расшифруешь еще Потому что этот чувак Именно поржал Как АНБшники Будут раскрывать Это дерьмо Но короче Тут именно 40-битное шифрование Которое типа легкое Не 256-битное А именно 40-битное Типа Которое Ну в принципе Не сложное И он говорит Типа так тупо Что типа преступники Которые в натуре Хотят совершать Ну там Покушения Какие-то там Делают Короче Пользоваться Шароварные Не могут Заплатить Он еще Практически Сетал Что не могут Заплатить 39 и 99 долларов Чтобы зашифровать Моей программой Нормальным шифрованием Которым даже я Типа Ну сложно бы Воскрешал Это дерьмо То есть это реально Даже с исходниками Воскрешается сложно Там ключи Хренчи Ну короче Такое Вы понимаете Слушай По идее Если бы он круто Делал То и невозможно Было бы Короче походу Не очень круто Походу не очень Ну в смысле Он сначала писькнул Что нельзя Если это Не шароварное А тут шароварное Оказалось И короче Он им все скинул Что надо И короче Дэйвич практически Сказал Все-все Круть-круть-круть Все СПС И практически Он в следующий раз Сказал Получилось Знаешь Практически Одним словом Получилось Просто позвонил Алло Здравствуй Хочешь Можешь опять Мне позвонить По всем номерам Но вообще Получилось Вообще получилось И там Значит Это было связано С тем Что чуть ли не Террорист Хотел Там взорвать здание Условно говоря То есть Какая-то крупная Хреновина Которая была Зашифрана Вот шароварным Таким вот ПО Сейфхаус И практически Когда он вернулся Из отпуска Пришел в свой офис Я напоминаю Это все происходило Без каких-то контактов Он ничего не отдавал Как-то узнали Что он У брата Тусит Короче Он просто приходит В свой офис У него стоит коробка Пустая Ну не пустая В смысле А неподписанная Вообще Он подходит К этой коробке Такой короче Достает А там тупо Кружка короче С распечаткой Что это АНБ Кружка короче Хотя такую Он говорит Кружку Можно в принципе Купить в самом АНБ музее Типа ну это Типа не то чтобы Супер эксклюзив какой-то Но говорит Я досвидос ее храню Поставил ее к своим этим Ну и подпись На классических бланках АНБшных бланках Их дефолтных Подписано Что типа Пассив большой Дэйв Именно Запятая Дэйв И он короче Именно супер этим Гордится дерьмом 18 лет с этого момента Прошло Это было в 2000-х годах А то есть Это еще и 100 лет назад было Да Это 100 лет назад Я говорит Досвидос горжусь Короче Крусь Я возможно спас жизни И вообще балдеж Супер балдеж Но говорит У меня последний Говорит вопрос Как говорит Все-таки Дэйв Понял Говорит Что я нахожусь В штате Коннектику Я говорит Никому не рассказывал Твою мать Вот Ну и короче Говорит Он еще там сомневается Вообще Дэйв ли это был Говорит Может его не Дэйв зовут Вообще Там хрен знает Кто это был Короче Но тем не менее Вот такая тема Такая история На самом деле Опять же В элементаре Там очень часто Про АНБ То есть там очень часто Именно к ним приезжают И они уже Досвидос не удивляются Там просто Он там в толчке Срал И они по звуку Пердежа Условно Определили Что он там Сейчас будет там И они хоп На переезд На черных машинах Подъезжают Просто говорят Чуваки Пройдемте Вы сейчас Не то разнюхиваете Там этот чувак Вы не должны Не то пердеж Разнюхиваете Типа этого чувака Нельзя сейчас посадить Потому что он В разработке У АНБ И он нас приведет К более большой рыбе Там туда-сюда Им хоп Сразу фонарик В жопу засовывают Смотрят Чего кого И так далее То есть там Про АНБ Часто есть И там они почти всегда Именно жути нагоняют Что они появляются В таких обстоятельствах Что никто Ну и там Очень часто Правда Шерлок опять же говорит Типа Да они там Просто я-то Давно знаю Что они у нас Там 100 жучков Поставили Просто в доме Уже и все Я как бы уже Типа даже Когда пиржу Я уже знаю Что АНБ Слушают Как бы И знают Что я жрал Напоминают Чуваки пишут Вот я опять жру Под ваш подкаст Попрошу вас Пожалуйста Без говна И они как бы В премьеру пишут Возможно Их тоже АНБ Сейчас Ну короче Вот как-то так Прикольно 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 Ну блин Кружка Это конечно Слабовато ты Мешан Ну да Ну тем не менее Ну да За то что ты Вообще конечно чувак Просто тупо гордится тем Что он возможно Спас жизнь Реально Он же должен быть Не программистом А дворником Побряда Сейфхаус сделал Может начать пользоваться Да Точно Может уже и нет Такого Ну ладно Может быть Короче Следующая тема У нас Разработчицкая Такая Получилась Она последняя Между прочим Last but not least Как ты говоришь Да Она последняя И здесь Про темную темку В маке То есть Все мы знаем Что нативные Все приложки В том числе Там я не знаю Почта Какой-нибудь Просмотр мак Файндер То есть Все нативные приложки Они тоже В темный режим Переходят В том числе Вот Safari Браузер Например В котором Мы сейчас Наши темки И смотрим И Вот Очень часто Ты сидишь Весь в таком В темном режиме Пользуешься Нативными апками Ты думаешь Блин Балдеж Прикольно Весь такой Ночной сидишь В PHP В WebStorm Тоже Накрутил Ночную темку И потом Хоп Случайно Заходишь На документацию Ло Даши Какого-нибудь А там Белый сайт И такой Ааа Нет Вытекут Глазки Вот И я Вот Просто сам я Саня Гончаров Я задумывался Именно о том Что Блин Почему Еще на сайтах Не придумали Апиху Чтобы Если у чувака Включен темный режим То не показывать Белый бэкграунд Показывать темный бэкграунд Ну или хотя бы Найтшифтный бэкграунд Какой-нибудь Ну типа Желтенький Ну нет Ну вот он у меня Сейчас желтый Но все равно Он бьет по глазам В отличии от темного Например А Окей Так Вот И Пришел оттуда Откуда Не ждали Safari Technology Preview 68 версии Уже есть Медиазапрос Называется Preferred Color Scheme Dark Ну то есть Как бы Запрос Preferred Color Scheme И есть два варианта Dark и Light Или No Preference То есть Типа Если ночная То можно Ну другой СС подставить Или дневная И Ну как бы Вот он здесь пишет Автор Пол Миллер Чуваки Вот эту статью Откроете В Safari Technology Preview С ночным режимом И убедитесь в том Что типа Здесь будет ночной режим Ну и я как бы Для наших зрителей Посмотрю Покажу Слушатели Просто представьте Что да В Safari Technology Preview Реально работает То есть Здесь у него Полностью Темный режим И балдеж То есть Ты как бы Сидишь в темноте Заходишь на его сайт И У него Весь сайт Подстраивается Под то Что ты в темном режиме И тут все темнее Нихрена Я помню Когда еще Был популярный Фреймворк Компас Для SASS СС при процессоре Там на сайте Компаса Был Тоглер Там можно было Включать белую Темную темку Сайта Вот И Они как бы Предвосхитили Еще тогда То что будет Такая хреновина Но сейчас Теперь это вот Автоматически Сделано На медиазапросах Ну и как бы Я две темки Взял про это Вторая уже На какой-то Stuffandnonsense.co.uk Британцы Какие-то нам тут Говорят О том Что да В Mojave 1014 Появился Ночной режим В Safari Technology Preview 68 Появился Этот медиазапрос Вот И типа Можно сделать Ночную Темку И он говорит Ну ладно По ночную темку Кстати Во iTunes Во всяких Календарях Вот этом Везде Короче Это есть Во всех Нативных приложках Которые используют Именно нативный UI Кит Так вот Но он говорит Это-то все хорошо Что наконец-то Ввели А теперь подумайте Насколько вообще сложно Именно за дизайн Темную тему Ну то есть Он как бы Имеет ввиду Что Нельзя же Тупо черное Поставить Ну это как бы Ну просто глупо Вот Поэтому Надо Как-то вот Ну придумать Какие-то цвета И сделать так Чтобы твой бренд Опять же Как я люблю Саньку говорить Надо сделать Такой логотип Чтобы он И на белом И на черном Круто смотрелся Вот А тут Он говорит Надо выбрать Такой темный Чтобы Весь брендинг Все равно Был прикольный То есть Чтобы Ну не терялся Ни логотип Там не текст Ни какие-то картинки Ни что-то еще И он тут Пишет Как раз Что он долго Выбирал Какой цвет фона Выбрать Для ночного режима И в результате Он выбрал Не сильно черный Есть Причем Есть официальные Эпловские Темные цвета Которые Они рекомендуют Ну то есть Которые У дефолтных Там У сафари В этом Что типа Можно использовать Именно Эпловские цвета Но он говорит Блин Меня и плоские цвета Бесят Как бы С моей Обезьяной На сайте Не сочетаются Поэтому Я вот Говорит Думал Придумывал Вот Но опять же Забегая вперед В сафари Технологии Превью Их сайт Stuffandnonsense Dotco.uk Он Тоже есть У него Темный режим И выглядит Очень круто То есть Опять же Вот На самом деле Это чуть ли не повод Для меня Использовать Safari Технологии Превью Вместо Обычной Safari Сейчас Потому что Я буду Надеяться Что Ну как бы Много Сайтов Кто Уже Это Имплементировал Мне По ночам Не будет Это По глазкам Бить Вот Опять же Если К его Теме Вернуться То Он Кроме Того Что Поменял Цвета Он Еще Например У Параграфов Увеличив Расстояние Между Строками Типа На темном Сложнее Воспринимается Он Полуторный Интервал Увеличивает До интервала В 1.7 Это прикольно Это вот Он даже Ворд Спейсинг У темный Он сделал Чтобы слова Поближе Буковки То есть Он рассчитал Что типа Черный Он достаточно Такой Жесткий Да И поэтому Он поширше Чуть Расставил И это Как-то Даже Прикольно То есть Он заморочился Он даже Какие-то Теньки Добавил То есть Он у имгов У него там Пнгшки Вот эта Обезьяна Вот Он не просто Ее сделал Ну на черном фоне Он ей теньки Добавил Для того Чтобы она Более лучше Выделялась То есть Он прям Заморочился Ну и он Как раз Призывает Почему Обе эти темки Посмотрел Что Ну как бы Не только Сам факт Того Что можно Такое Сделать Еще И как бы Это можно Делать С умом То есть Можно Это так Задизайнить Чтобы Именно Красиво Было Что не просто Ты ночную тему Сделал Молодец А еще Это с твоим Брендингом Сочетается Ну и Круто Блин Нормально Ну тем более Сейчас все С Мохави Это все Короче Полностью Темной темки Это как бы Не ново Абсолютно То есть Это вот прям Каждый сейчас Школьник С темной темкой Сидит Ну да Я то Причем Опять же Я скачал скрипт Который Мне меняет Ее В зависимости От заката И рассвета То есть У меня Темная Сама включается Когда солнце Заходит И сама Выключается Когда оно Всходит Вот И у меня Соответственно Во всех Приложениях Тоже это Меняется И вот Теперь на Сайтах Если я буду Использовать Safari Technology Preview 68 Тоже будет Меняться И это Водушевляет Это прям Прикольно Да Да Согласен Че идем К Обойке Ну да Она у нас Правда Не подстраивается Я сейчас хотел Это как шутку Сказать А потом Вспомнил Что у них То есть Та которая Подстраивается Которая именно Мохаве Пустыня Да Шутка Тупая Хочется Наших зрителей Знаешь Спросить Что они Видят Здесь Какой это Город Вот И я на самом деле И тебя Хотел спросить Но я то тебе Скинул прямую Ссылку на Unsplash Unsplash Подписано Где это Что это Как это Вот Поэтому ты можешь Мне все равно Попробовать Примерно Я Если бы Вот смотри Если бы Я не прочитал Что там написано Я бы вообще Не в жизни Не угадал Что это за город Вот серьезно И Ну тем более Что видно Что это не Россия Вроде бы Хотя Да нет Не Россия Вот Ну так Если задуматься Знаешь Думаешь Что вот это в натуре Москва-сити Вдалеке Ну почему бы и нет Почему бы и нет Но скорее всего Конечно нет Не Россия Но тем не менее Не подумал бы Про тот город Про который Да Хотя наверное Если у нас есть Так сказать Ну чуваки Которые много путешествуют Или интересуются Не знаю Архитектурой То они сразу тебе За секунду скажут Хоть и не видно Той самой достопримечательности Которую я искал После того Как узнал Что это такое Но возможно Чуваки быстро Быстро Схватят Вот Что я вижу Давай Самое главное Про подкаст Самое главное Про подкаст Что я вижу здесь Что может быть Из этого подкастом Давай я скажу Какую-нибудь Банальную вещь Например Вот это Видишь Широкая дорога Как проспект Вот это будет Подкаст Темки Это машины Которые едут И они как бы Заезжают в домики Разные Это как К нашим слушателям Доставляем мы темки И как бы Дорога-то главная Как ты видишь И вот сколько Этот город стоит А мы знаем Что город Давно стоит Здесь сидит Вот Поэтому Давно уже Мы доставляем темки И всем нравится И город-то хороший Достаточно И все живут Радуются Скажем так И катаются По этой дороге Балдеют Возможно Она ведет Прям к самому центру Хотел сказать Какого города Но не буду Спойлер Так опять же У нас в описании Это естественно Тоже же есть ссылка На обойку И там это будет подписано Ну вот Мы вас сконвертируем В тех Кто перейдет На этот сайт И посмотрит Что это за город Вдруг кто-то догадается Вот А я скажу Что наш подкаст Это вот это Самое центральное Ужасное здание Оно как Сити Севентин Возвышается Над городом И заставляет Всех жителей Слушать наш подкаст Они еще По обитаемому острову Должны В порывах Суперпатриотизма Все Маршировать Под наш подкаст Потому что Это круто Я здесь Наш подкаст Это плохой коп В моей Интерпретации То есть То что заставляет Все слушать Оно такое Возвышается Над всем городом Но это конечно К счастью не так У нас Мы в андерграунде Russian underground Подкаст Поэтому Поэтому все круто Можете нас подписываться Во всех соцсетях Вконтакте В твиттере В фейсбуке Хотел сказать В гугл плюсе Но нет В гугл плюсе Уже нет В телеге Можете подписаться На наши каналы Все ссылки Есть как обычно В описании Помните Что наш официальный Спонсор Смартейп Предлагает Самый лучший Хостинг Теперь и на NVMe SSD Супербыстрых И можете Нас на Патреоне Тоже поддерживать Патреон.com Слышки Вебдизайн В iTunes Ставьте звездочки Пишите отзывы На YouTube Ставьте пальцы вверх Прожимайте колокольчик Вот Увидимся с вами Уже В следующую пятницу Как обычно Мы в четверг Будем выходить Для патрона В пятницу Для всех остальных В формате премьеры В общем Увидимся В следующую пятницу И давайте Да Пока Субтитры создавал DimaTorzok